Ицаею. Эти дети-судьбы, маги, должны были пытаться и адаптироваться к изменениям результатов. Во время этого процесса им часто приходилось получать специфичные и таинственные предметы, чтобы продвигаться и повышать уровень своей техники медитации. Судьба и предсказания. Какая чудесная возможность. Взгляд Лейлина пронесся мимо Байлина, Дженни и Джеймса. Казалось, что среди этих троих находился тот, кто смог бы изменить всю историю сумеречной зоны. Однако, поскольку Лейлин просто имитировал технику священного пламени и фактически не культивировал ее, а также тот факт, что техника сама по себе была неполноценной, он не мог сказать, кто из них окажется этим человеком. Даже так Лейлин точно знал, методы семьи Бателли, которые насильно использовали духов своих предков, являлись очень злонамеренной практикой. Священное пламя. Какая чудесная техника медитации. Лейлин мог точно сказать, что даже в древние времена высокоуровневые техники медитации, с помощью которых можно было предсказывать будущее, встречались крайне и крайне редко. Однако, у него не имелось намерений менять свою нынешнюю технику медитации. Не принимая во внимание ни полноту техники медитации, странная картина кончины Дженны все еще ярко хранилась в его памяти. Он не хотел закончить так же, как и Дженна. Кроме того, он не доверял этой способности, которая могла рассказывать о будущем. По мнению Лейлин, будущее постоянно менялось и его нельзя было понять. Даже если бы он иногда мог видеть несколько сцен из будущего, это не обязательно означало, что он мог контролировать свою судьбу. В этом и заключалась разница философии и у каждого мага на этот счет имелось свое мнение. По этой причине, даже если бы Лейлин изменил свою технику медитации ради культивации священного пламени, он определенно не получил бы просветления и даже мог бы понести значительный ущерб своему морю сознания только посредством культивируемой техники медитации. Тем не менее, Лейлин все еще пускал слюни на возможности этой техники медитации в своем сердце. Хотя пророчества и могли быть ложными, во многих обстоятельствах они являлись необходимыми ссылками и важными источниками информации. Возможно, после завершения техники священного пламени, я смогу отнять часть власти людей, которые ее культивировали до меня и создать какой-то таинственный предмет с магическим свойствами. У Лейлина внезапно родилась идея и как только он ее сформировал, она укоренилась в его разуме. Точно, если я так сделаю, культивируя, я все еще смогу видеть ситуацию и получать информацию из первых рук и постоянно совершенствовать технику. Даже если я потерплю неудачу, я потеряю только какое-то количество духовной силы и кучу ресурсов, но не получу серьезных повреждений. Если мне удастся, то даже маги три ранга будут завидовать мне. Повозка проехала холмы без каких-либо проблем и поехала по какому-то полю. Джеймс и Байлин, которые все время сидели словно на иголках, наконец вздохнули с облегчением. Невозможно было попасть в засаду на ровной и открытой земле, поэтому они могли расслабиться. Лулу. В момент, пока Лейлин предавался своим мыслям, послышались звуки стуков в копыт лошадей. Яркий луч света появился на горизонте и быстро превратился в черное облако. Множество рыцарей, одетых в черные доспехи, скакали на черных лошадях, быстро приближаясь к ним, словно ураган. В правых руках они держали вожжи лошадей, а в левых горящие факелы. Вскоре очень много рыцарей окружили повозку, в которой находилась группа Байлина. Гарнизоны из замка Лилан – безумцы. Психи. Они фактически развернули войска, чтобы окружить нас. На лице Джеймса высветился несравненный страх, и он быстро превратился в отчаяние. Маги являлись чрезвычайно могущественными существами и могли рассматривать обычных людей подобно муравьям. Однако в такой ситуации, будучи окруженными обычными людьми, положение дел изменилось. Даже для высокоуровневого мага, независимо от того, сколько обычных людей окружало его, последние могли просто молча умереть. Только излучение, испускаемое телами магов, заставило бы обычных людей умереть в мучениях. Однако, Джеймс, который являлся послушником, не обладал подобной способностью. Он когда-то думал о сценарии. Если бы он столкнулся с сотней человек из войск, он мог бы развернуть партизанскую войну и убить всех. Однако, если бы их оказалось больше, то он не смог бы их убить. Глава 307. Землетрясение духовное и магическое силы магов имели предел. Даже если они обладали чрезвычайно необычной силой, они все равно со временем достигли бы предела. Даже если Джеймс являлся послушником три уровня, столкнувшись с отрядом из сотни элитных солдат, он мог лишь только отступить. На стороне противника имелось слишком много людей и даже если бы они выстроились ради него в ряд, его жалкого количества духовной и магической силы не хватило, чтобы убить их всех. А если бы этих солдат заменили кавалеристами, безнадежность уже начала вторгаться в сердце Джеймса. Будучи окруженным кавалеристами, все что он мог сделать это спастись с помощью магического артефакта, оставив Дженни одну. Но с нами лорд Лейлин, поэтому никаких проблем возникнуть не должно. Джеймс взглянул на Лейлина и заставил себя успокоиться. Ситуация, когда эскадрилья, состоявшая из магов и обычных людей, сражались друг с другом, никогда раньше не происходила в истории Сумеречной Зоны. В конце концов, ни один лорд не желал просто так провоцировать официального мага. Более того, что касается магов, они могли использовать невидимость и произносить заклинания и с легкостью могли прекратить жизнь преступника, поэтому никто не хотел тратить время и лишний раз рисковать жизнью. Если лорд Лейлин действительно официальный маг, тогда нам не придется беспокоиться об этой проблеме. Джеймс внутри утешал себя этой обнадеживающей мыслью, а затем услышал нервный, почти наполненный страхом голос Байлина, кто вы такие? Хотя он и продвинулся, и стал великим рыцарем, но было очевидно, что он еще не до конца принял этот факт. Посмотрев на эту бесформенную и густую толпу, сердце парнишки из маленького городка затряслось от страха. С сожжанием лошадей ряды рыцарей разошлись и вперед выше старик с меткой черного черепа на лбу. Родос, так это действительно ты? Ты дошел до того, чтобы разместить здесь свои войска? Разве ты не беспокоишься о наказании? Выражение лица Джеймса наполнилось странной смесью эмоций, яростью и сожалением. Да мой любимый старший братец, это я. Усмехнулся Родос. Старший брат, ошеломленный Байлин, только теперь обнаружил, что если с его лба удалить эту черную метку, то он будет похож на Джеймса. Мы все работаем на семью Аргус. Таким образом, солдатам не нужно скрещивать мечи друг с другом. Джеймс попробовал пойти на последний компромисс. Братец Джеймс, это все потому, что я хочу доказать всем, что я лучше тебя. Даже в аспекте выбора своего главы, он безусловно будет следующим главой семьи Аргус. На лице Родоса появилась лютая ненависть. Если речь идет о том, что произошло между нами в детстве, то я извинялся за это. Я даже могу преклонить колени перед тобой. Тем не менее, Родос, нельзя входить в этот вихрь, так как он может погубить тебя. Ха-ха-ха-ха-ха, толку, что ты говоришь это сейчас? Родос жутко улыбнулся и подошел. Все вы раздражаете. Лилен, который стоял перед повозкой, нахмурился, выражая свое недовольство. В момент, когда он размышлял над своим планом, он был прерван этим Родосом, и вскоре к Родосу приблизился дьявольский огонь. Это лорд Лилен. Родос глубоко поклонился. Перед этим человеком, который с высокой вероятностью являлся официальным магом, он не смел неуважительно относиться. Это внутреннее дело семьи Аргус. Более того, господин нашей уважаемой семьи Аргус, также является уважаемым лордом-магом. Он тоже желает встретиться с вами. Нет, ты лжешь. Дедушка Зигфрид был обманут вами. Лилен не успел ответить, когда Дженни вскочила и словно распушивший хвост котенок, рассердилась и испуганно закричала на Родоса. Официальный маг семьи Аргус известен под именем Зигфрид. Да, кажется, что он связан с обеими сторонами конфликта. Лилен почувствовал жалость к этому магу. Его собственные потомки, ради завоевания власти, избивали друг друга. Возможно, что все это придаст ему головной боли или может быть он вообще не будет заботиться об этих вещах. В конце концов маги жили очень долго. К тому времени, по прошествии нескольких поколений, какая привязанность и какие эмоции, связывающие мага с семьей, не станут разбавленными. Мне все равно кого поддерживает Зигфрид, но я считаю, что вы блокируете мой путь. А теперь уйдите в сторону. Лилен прямо отверг его предложение. Одним из упомянутых Родосом маг являлся всего лишь магом один ранга, который, конечно, не мог испугать его, но он теперь имел крайне отвратительное отношение к Родосу. Хис отказ Лилена, очевидно, сильно смутил Родоса, и тот тупо стоял и смотрел на Лилена. Его лицо также покраснело. Все его усилия и достижения походили на шутки в глазах его семьи. Это не честно. Я снова слышу этот тон. И снова на меня смотрит таким выражением. В детстве мой старший брат смотрел на меня точно так же. Почему он всегда сильнее меня во всем? Почему все хорошие вещи случаются только с ним, а не со мной? Глаза Родоса покраснили. Кроме того, все еще было неясно, является ли этот Лилен официальным магом или нет. До сих пор имеется возможность, что эта шлюха просто наняла его, чтобы напугать меня. Родос твердо махнул рукой и приказал взять их. Толпа солдат, услышав приказ, тут же устремилась вперед. Даже если вы официальный маг, что с того? Столкнувшись с таким количеством рыцарей, ваша духовная сила не протянет надолго. После выполнения этой миссии, если произойдет худшее, то я просто спрячусь в семье Аргус и буду продолжать комфортно жить. В любом случае, под зашитой лорда Зигфрида. Что вы сможете мне сделать? Родос решительно смотрел на Лилена, его лицо приняло ненормальный красноватый оттенок. Мой лорд, Дженни, вы оба, пожалуйста, отойдите. Байлин вытащил свой длинный меч и все его тело набухло, словно воздушный шар. Он напоминал собой мини-гиганта, блокировав путь солдатам. Когда противник принял на себя ответственность, он приготовился и высвободил тайное искусство рыцаря, которым Лилен обучал его. Кроме того, причина необычного изменения лица Родоса тут же была раскрыта глазами Лилена. Его зрачки сильно расширились. Поток крови к его мозгу увеличился на 34%, явные симптомы повреждения души. Увидев ненормальное состояние Родоса, Лилен хорошо понимал, почему противник так необдуманно поступал. Исследования магов были чрезвычайно опасны. Любые формы исследований могут с легкостью привести к кончине мага. Кроме того, когда в важных вопросах, касающихся моря сознания, медитации или духовной силы происходят даже малейшие ошибки, можно было познать множество негативных результатов. Этот Родос, очевидно, нанес некоторый вред своему морю сознания во время продвижения к послушнику три уровня. Он не мог полностью контролировать свою душу и свои эмоции и поэтому выглядел довольно нервным. Однако причина, по которой Родос сошел с ума, заключалась лишь в том, что Лилен лишь искоса взглянул на него, прежде чем сосредоточить свое внимание на приближавшейся кавалерии, а в углу его рта виднелась насмешка. Количество устремившейся к ним кавалерии насчитывало около 200 человек. Кажется, что все силы замка Лилан явились на бой против них. Все они носили отличную качественную броню, копья и боевые топоры, от которых исходил холодный блеск. Две сотни зверей бежали вперед, и земля начала дрожать под их весом, Байлин походил всего лишь на одинокого маленького муравья. Такое сражение даже заставит мага нахмуриться, но Лилен продолжал спокойно стоять, как будто не происходило ничего необычного. Почему все вы используете простое мышление, когда вашим противником является маг? Он слегка вздохнул и слабый свет упал на землю от его рук. Шипение. Этот свет являлся таким же крошечным, как и светлячок, и казалось, что любое дуновение ветра затушит его. Когда этот свет коснулся земли, то быстро исчез из поля зрения, словно слился с почвой и тут же от места, в котором он приземлился, начали распространяться пульсации толчков. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Толчки стали распространяться во всех направлениях, словно игры в домино, и толчки начинали ощущаться все с большей и большей силой. Наконец, произошло землетрясение. Треск. Земля начала раскалываться. Интенсивные ударные волны заставили рыцарей ощутить, будто они попали под перекрестный огонь из-под пуль. Все окрестности выглядели так, словно на них сверху падали волны цунами, вызывая непрерывные толчки. Аркх. Землетрясение. Моя лошадь. Спасите меня. У меня сломаны ноги. Начали открываться разломы перед рыцарями, бежавшими впереди, и вскоре покрыли собой всю землю, по которой бежали остальные рыцари. Наряду с толчками, многие лошади начали спотыкаться и даже сбросили своих рыцарей со спин. Звуки оглушительных тресков костей, ржания лошадей покрывали собой раскрывавшиеся разломы, вызванные землетрясением. Только Байлин и Джеймс с определенным уровнем физических способностей едва могли разобрать происходящее сквозь этот хаос. Грохот ударные волны сметали собой всех солдат и продолжали до тех пор, пока сами собой не рассеивались. Что касается потребления этого заклинания, то оно требовало всего лишь пять единиц духовной силы. Маги пользовались сообразительностью, а не грубой силой. То, что ранее совершил Лейлин, состояло в том, чтобы использовать окружающие обстоятельства, прежде чем он воспользовался небольшой частью своих сил, вызывая эффектное землетрясение, применив эффект бабочки. Один единственный удар и сокрушительное поражение. Погибло более двухсот кавалеристов. Многочисленные вопли раненых солдат погрузили Родоса в шок. Он как он может быть настолько сильным? Взвыл Родос в своем сердце, прежде чем отчаянно развернулся, пытаясь сбежать. Байлин иди и схвати его. Лейлин указал на Родоса. Тем не менее Байлин продолжал стоять в оцепенении, смотря на происходящее. Ты не хочешь идти? Лейлин щелкнул пальцем и полупрозрачная ладонь ударила Байлина по лицу. Ох, хорошо. Только после шлипка Байлин пришел в себя и побежал в направлении, в котором убегал Родос. Господин Лейлин. Нет, лорд Лейлин. Простите мой самонадеянный вопрос. Но каков ваш ранг мага? Именно в этот момент Джеймс с уважением обратился к Лейлину, используя свою самую почтительную форму, а Дженни последовало его примеру. Ранг? Лейлин просто усмехнулся в ответ. Я всего лишь маг один ранга, который таскает свое тело в поисках двери с истиной. Значит вы на самом деле официальный маг. Пожалуйста помилуйте нас за неуважительные отношения к вам раньше. Услышав ответ Лейлина, Дженни и Джеймс облегченно вздохнули. Они снова поклонились Лейлину, прежде чем неимоверное ликование наполнило их сердца. Глава 308. Плачущие призрачные земли. Мой лорд. Я схватил этого старика. Наряду с голосом Байлина послышался грубый звук, словно чье-то тело было брошено на землю. Ладно. Пошли к твоему младшему брату. Лейлин посмеялся и первым ушел. Дженни и Джеймс последовали за ним. Вне повозки Байлин держал свой большой стальной меч. Его одежда была порвана, показывая взору его твердые мускулы. Он пристально смотрел на старика в черных одеждах. У старика до сих пор зияла черная метка в виде черепа на лбу. Этим человеком естественно являлся Родос, который недавно пытался сбежать. Если говорить о силе, то послушник три уровня. Родос не был бы так просто пойман Байлином, великим рыцарем. Все прошло как по маслу, потому что Лейлин успел сотворить что-то с телом Родоса, а последний потерял уверенность, увидев какой ужасающей силой владел Лейлин. Именно поэтому Байлин смог легко поймать его и приволочь сюда. Мой лорд, что нам с ним делать? Байлин взмахнул своим большим мечом в сторону Родоса со зловещей ухмылкой на губах. Однако, зная Байлина, он просто пугал Родоса. Увидев своего брата, который решил встать на неправильный путь, выражением Джеймса стало сложным, и он несколько раз открывал рот, чтобы что-то сказать, но слова застревали у него на языке. В конце концов здесь находился Лейлин. Кроме того, Родос был пойман учеником Лейлина, поэтому он не имел права разбираться с младшим братом. «Ты-ты не можешь меня убить», — выпалил Родос. Его тело, казалось, было связано невидимой веревкой. Кровь прилилась к его лицу, заставив его покраснеть. «Ау! И почему же?» — улыбаясь, спросил Лейлин. «Я, я часть семьи Аргус. Если ты убьешь меня, мастер Зигфрид не отпустит тебя», — испуганно ответил Родос. «Мечтайте». Прежде чем он успел закончить свою фразу, его прервала Дженни. На лице молодой девушки было нарисовано презрение, ты только что получил титул субъекта в семье. Даже если ты послушник три уровня, кого по-твоему предпочтет послушать мастер Зигфрид? Послушника или же официального мага? Эти слова походили на острую стрелу, прямо проникавшую в сердце Родоса и заставляя того побледнеть. До тех пор, пока присвоимые предметы не обладали никакой землей, они могли называться субъектами семьи. В действительности они являлись полноценными слугами семьи Аргус, и в такое вот положение попал Родос. Вдобавок, даже Зигфрид не смел оскорблять мага подобного с ним ранга. Я переживаю за сердце дедушки Зигфрида. Если кто-то из моих дядей или даже отец оскорбят какого-либо лорда мага, то он предпочтет выслать их тому магу в качестве извинений. Девушка смотрела на Родоса, который, казалось, полностью потерял всю свою храбрость, а мыслей о мести не возникло в ее голове. Вместо них появилась жалость. Зигфрид являлся ей дальним родственником. Его генеалогическое древо, вероятнее всего, разветвлялось уже 7-8 поколений. Будь то отец Дженни, ее дядя или кто-либо из членов ее семьи, которые могут взять под контроль семью Аргус, его не волновало, кто им станет, но до тех пор, пока в их жилах будет течь кровь семьи Аргус. Потеря одного из членов семьи, являвшегося помехой, на самом деле не являлась большой проблемой для Зигфрида. Только заполучив достаточную силу, маги могут устанавливать связь друг с другом. Дженни крепко сжала кулаки, и ее желание силой увеличилось. Однажды, я стану официальным магом. В этот момент, Байлин, казалось, увидел, как глаза Дженни засветились бескрайним звездным светом. Что насчет него? Что нам делать? Байлин почесал голову и спросил у Джеймса, который, казалось, хотел что-то сказать и страдал от головной боли. Пусть идет. Вдруг воскликнул Лилин. Мой лорд. Джеймс явно был приятно удивлен решением Лилина и поблагодарил. Я благодарю лорда мага за вашу благосклонность от своего бесполезного имени. Стало очевидно, что он до сих пор высоко ценил своего биологического младшего брата. Тем не менее, тот, кто находился с пистолетом в руках оказался Лилином. Не понимая намерений Лилина, он не смел сказать ни слова, боясь, что только доставит проблем Дженни. Теперь, когда Лилин отпустил Родоса, в глазах Джеймса можно было увидеть одну только благодарность. Так как таково решение лорда у меня не имеется возражений, произнесла Дженни, но Джеймс внутри только усмехнулся. Этот тон означал, что она находилась в ярости от его решения. Однако ради своего брата он молчал. Сью-сью. Незримая веревка распалась по мановению Лилина и Родос мог встать. Уходи. Не попадайся мне на глаза. Байлин толкнул Родоса и направил на него меч, показывая свое к нему отношение. Родос полностью проигнорировал угрозы Байлина и поднял взор на своего брата Джеймса. На его лице всплыло сложное выражение. Затем он развернулся и он ушел. Все это время он не решался взглянуть в сторону Лилина. Лилин смеялся. Это был всего лишь послушник три уровня, который был все равно, что муравей в его глазах. Ему было все равно, будет ли он жить или умрет. Тем не менее, так его освобождение может вызвать хорошие к нему отношения, то почему нет. Он считал, что ему стоит вернуться в сторону людей, соблюдающих законы и совершающих добрые поступки. Даже, если в своем сердце он так не считал, снаружи стоило создать такой образ. Когда вы связывались с магом, хорошая репутация могла снизить осторожность многих обычных людей. Например, прямо сейчас в глазах Дженни и Джеймса он не видел признаков бдительности или осторожности, которые он наблюдал раньше. Теперь в их взглядах в основном наблюдалось восхищение и уважение. Родос был крайне сообразительным человеком. Узнав о статусе Лилина, как об официальном маге, он больше решил не беспокоить их во время их путешествия. Именно поэтому, оставшиеся путешествия группы Байлина прошло спокойно и размеренно через множество городов, позволяя ему или Лилину больше узнать об этом регионе. Сумеречная зона не являлась тихим регионом и места, которые не мог осветить солнечный камень, в основном населялись темными существами. Кроме того, помимо людей, этот мир населяли другие виды сознательных существ. По пути Лилин встречал нескольких красивых мыши-мужчин размером с людских детей, которые катались на больших пауках, не превышающих роста пони. Они, казалось, были что-то вроде эльфов в этом мире. По словам Дженни, они являлись темными эльфами, у которых даже имелось собственное королевство в местах, куда не проникал свет. Их боевая мощь была сопоставима с силой людей. Конечно, существа, которые представляли основную угрозу для Лилина и их группе, в основном скрывались во тьме. Без пламени или солнечного камня, чтобы рассеять тьму, эти существа будут мельтешить вокруг, стремясь полакомиться незваными путниками. Поэтому путешествие по сумеречной зоне требовало не только наличия достаточной силы, но и необходимого количества зажигающихся предметов или солнечных камней. В противном случае, человек мог только сожалеть о том, что со временем он превратится в фекалии посреди пустыни. Конечно, все это не являлось проблемой для Лилина, официального мага. Даже, если бы он встретил орду самых жестоких существ, в его глаза они по-прежнему оставались лишь маленькими домашними зверушками, которых он мог с легкостью подавить. Почтение наполняло глаза Дженни и Джеймса, когда они смотрели на Лилина, который сидел, закрыв глаза, и медитировал. Лилин несколько раз протягивал руку помощи во время их путешествия. Но эта сила являлась лишь углом айсберга от всего того могущества, которым обладал Лилин, но этого уже хватало, чтобы повергать Дженни и Джеймса в шок. Каждый раз, когда он наносил удар, сила этого удара превышала силу опеку на семье Аргус Зигфрида. Однако, в этот момент, повозка вдруг остановилась. Лорд Лилин, Дженни и сэр Джеймс, перед нами, плачущие призрачные земли, стоит ли нам обойти их? Байлин открыл дверь, а в одной из рук держал карту. На карте изображалась область, перед которой они остановились, плачущие призрачные земли. Она была окружена красным цветом несколькими мазками чернил, которые сильно походили на свежую кровь. Мы направляемся в восточную столицу, а самый кратчайших путь, через плачущие призрачные земли. Путь через них сохранит нам больше половины нужного времени. Если же мы отправимся на север, то будем вынуждены отправить на север к бассейну Джерри, а затем через Сицилийскую долину. На это мы потратим очень много времени, коротко объяснил Джеймс Лилину. Итак, что за опасность нас поджидает в плачущих призрачных землях? Первым делом спросил Лилин, желая утолить свое любопытство. Из речи Джеймса, он понимал, что тот одобряет этот маршрут. Естественно, все это из-за наличия Лилина рядом с ними. Плачущие призрачные земли – область, известная своими опасностями во всей сумеречной зоне. Говорят, что здесь произошла битва между двумя могущественными магами, в результате чего здесь зародилось множество странных явлений и существ, которые до сих пор скрываются внутри. Выражение Джеймса было очень серьезным, когда он рассказывал. История гласит, что плачущие призрачные земли поглотили многих авантюристов, сомневающихся в правдивости мифа. Наемники, рыцари, послушники и армию в 10 тысяч солдат. Судя по содержанию мифа, один официальный маг однажды сумел пройти через плачущие призрачные земли. Согласно его описанию, в этом месте находится много духовных тел. Эти тела наполнены злобными намерениями. Когда кто-то входил в эту область, то пока он не выйдет из нее, он будет безжалостно преследоваться ими. Духовные тела, да, действительно возвращает воспоминания. Лилин усмехнулся. Он глубоко погрузился в свои исследования духовных тел. Существовало не так много специалистов в этой области. Можно точно сказать, что наименьшим из его страхов являлись именно духовные тела. Более того, так как один маг уже однажды преодолел эту область, то скорее всего она не станет для него очень опасной. Тогда мы отправимся через плачущие призрачные земли. Я хочу лично увидеть следы прошлого поколения магов. Выразил свое решение Лилин. Что касается Дженни и Джеймса, то ликование высветилось на лицах обоих. Глава 309. Потерялись из-за болезни маркиза семьи Аргус. У них оставалось мало времени. Если бы они вовремя не смогли бы доставить цветок кровавого дракона Маркизу, то последний попросту умрет от яда. К тому времени два дяди Дженни скорее всего захватят контроль над внутренними силами семьи Аргус. Такого исхода Дженни всеми силами не желала. Тем не менее, позволить ей и Джеймсу пройти через плачущие призрачные земли? Да они просто смерти ищут. Поэтому, услышав ответ Лилина оба, испытали восторг. О, я понял. Значит мы направимся через плачущие призрачные земли, верно? Название тех земель действительно звучит неприятно. Небрежно среагировал Байлин и вернулся на свое место, щелкнув кнутом. Как коренной житель города Поттер, он знал только о своем городе и окружающих землях Пустошевуде. Из-за ограниченного заработка и отсутствия информации, получаемой в городе Поттер, он не знал о других местах. Фактически, в настоящее время он впервые в своей жизни отправился в путешествие. Наряду с ржанием лошадей и скрипом колес повозки, они въехали на территорию плачущих призрачных земель. Поскольку плачущие призрачные земли обозначались как запретная область, очень немногие путешественники осмеливались проезжать через нее. Здешние дороги уже давно были заброшены, и эти же дороги обросли кустарниками и травой. Байлин едва-едва мог распознавать тропу, которой когда-то пользовались другие путешественники. По мере того, как повозка все глубже погружалась в плачущие призрачные земли, слой тонкого тумана заполонил всю область, медленно поглощая собой все окрестности. Сначала туман показался очень мутный туман, но со временем становился все более плотным, а расстояние, на которое они могли видеть, уменьшилось до 5 метров вокруг повозки. Лор-лорд Лилен. Туман очень плотный. Байлин замедлил ход повозки. Быстрая езда в таких условиях просто повод для быстрой смерти. Я понял. Лилен взмахнул правой рукой, и в его ладони закружилась нитка серого тумана. В ауре этого тумана присутствует некоторый холод. Кроме того, он сделан не из чистого водяного пара. Затем он приказал ИИ. Чип проанализируй состав. БИП. Задача поставлена. Сбор состава. Анализ компонентов. Тут же послышался голос ИИ. Чипа. Вскоре изображения с диаграммами и анализом состава появились перед глазами Лилена. Основной компонент этого тумана – вода 98,2%. В составе имеется некоторое количество соли, белка и других пищеварительных ферментов. Сравнивая с базой данных, элемент подходит под состав слез человека. Точность 99,99%. Анализ ИИ. Чипа потряс Лилена. Спустя мгновение углы его губ поднялись вверх. Использовать слезы в качестве тумана? Интересно. Я даже ощутил некоторое количество духовных тел внутри него. Лорд Лилен. Что-то не так. Дженни и Джеймс смотрели на Лилена, а в их глазах читалось некоторое беспокойство. Во время анализа ИИ чипа, посторонние люди могли только увидеть, что взгляд Лилена на некоторое время стал безучастным. Плачущие призрачные земли являлись запретной областью, среди которой лежало огромное количество скелетов. Если бы не официальный маг Лилен, поддерживающий их, Дженни и Джеймс не посмели бы приблизиться к этой области. Более того, даже с Лиленом, Дженни и Джеймс все еще проявляли осторожность, войдя в плачущие призрачные земли и не расслаблялись ни на миг. Лорд Лилен. Туман слишком густой, я потерял тропу из виду. В этот момент, Байлин остановил повозку и повернулся с извиняющимся выражением на лице. Это как такое могло произойти? Дженни и Джеймс переглянулись друг с другом, а после вышли из повозки. Очень скоро они поразились плотности окружающего их тумана. Перед повозкой тропа разветвлялась на три дороги, они казались похожими на ветки древнего дерева, извилистые и кривые, направляясь в разные стороны. Перед дорожками стоял в довольно плохом состоянии гнилой деревянный указатель. На его поверхности расположилось бесчисленное количество зеленых лоз. На указателе были начертано четыре слова, которые едва удалось прочесть. Каждое слово являлось именем разной дороги, и каждый из них указывал в разную сторону. Хижина плачущей женщины, благодать плачущих созданий, кондитерский магазин Джонса. Какие странные названия. С недоумением произнесла Дженни, я никогда не была здесь раньше, но согласно карте, здесь должна быть только одна дорога. Ничто не указывало на существование нескольких. Похоже, что мы столкнулись с проблемой. Раздраженно вздохнул Джеймс, но в глубине души он ощутил немного облегчения. Первоначально он не знал, какие ужасы встречались внутри плачущих призрачных земель, что заставляло его все время находиться на стороже. Одна теперь, когда эта проблема представилась в таком свете, он почувствовал себя немного легче. По крайней мере, теперь, когда их группа столкнулась с проблемой, им предстояло ее решить. Хэм, мелочные трюки. В этот момент Лейлин вышел из повозки, но когда он увидел указатель, то на его выражении лица всплыло отвращение. Вскоре, слой красного света промелькнул перед глазами Лейлина и окрестности претерпели огромные изменения. Серый туман мгновенно поредел, представив взору причудливые деревья. Что касается указателя, то теперь его слова покрывало множество жаб и змей, которых раньше там не было. Это простые эффекты полтергейстов, влияющих на ментальное осознание обычных людей и даже послушников. Если все заключается только в этом фокусе, то меня это будет только раздражать. Теперь я поведу, а вы просто следуйте за мной. Лейлин позволил Дженни и Джеймсу дальше сидеть в повозке, а сам занял место помощника возничьего. Да, мой лорд. Когда Лейлин сел рядом с ним, Байлин глубоко вздохнул, ощутив большое облегчение, прежде чем произнес, в каком направлении мы поедем. Ни по одному из этих путей никуда не направляй. Лейлин ухмыльнулся, глядя на первоначальные развилки. В этот момент, по ведению Лейлина, все три развилки исчезли, превратившись в три огромные, покрытые деревьями, пещеры. Если бы повозка въехала в эту область, то они обязательно встретили бы свой конец. Как только они отклонились от основной тропы, то оказались в ловушке. Но там ведь гранитные скалы. Как же мы поедем по ним? Почесал голову Байлин. Направление, в котором указывал Лейлин, находилась огромная гранитная скала, на поверхности которой росли водоросли. Пак. Прежде чем Байлин успел закончить фразу, на его голову прилетел шлепок Лейлина. Просто езжай, куда я тебе укажу, почему ты говоришь всякую ерунду. Байлин завопил, но по опыту тренировок Лейлина он вскоре последовал его инструкциям. Повозка двинулась вперед, направляясь к гранитным скалам высотой в 10 метров. Эй, эй, осталось всего 5 метров, должны ли мы остановиться? Спросил Байлин у Лейлина, пока они ехали вперед. Однако, поскольку ответа не последовало, у него не осталось выбора и стиснув зубы он направил лошадей дальше. 3 метра. 1 метр. Вскричал Байлин, и в самом конце он сдался и закрыл глаза. Когда головы лошадей столкнулись с гранитными скалами, ожидаемого столкновения и криков не последовало. Байлин раскрыл свои глаза и перед его взором возникло странное зрелище. Головы двух лошадей уже располагались внутри гранитной скалы. Глядя на эту сцену, казалось, словно серый камень попросту поглотил их. Огромная скала постепенно поглощала лошадей от головы до шей, до спины, хвосты и наконец дошла до Байлина. Ай! Байлин подсознательно вытянул правую руку, чтобы заблокировать удар, но вскоре в его видении появилась вспышка. Поп. На него накатило ощущение, будто он прошел через стену из воды, и Байлин продолжил в страхе осматриваться вокруг. Пройдя через гранитную скалу, туман значительно рассеялся. Благодаря факелам, освещающим путь, и пугающим физическим способностям великого рыцаря, взор Байлина увеличился в радиусе на величину более десятка метров. По обоим сторонам дороги стояли черные беспорядочно растущие березы. Между ними виднелась небольшая тропинка, в которую и заехали лошади. Что касается первоначальных трех развилок, они уже полностью растворились. Когда мы успели наткнуться на это странное иллюзорное заклинание, как послушник три уровня Джеймс первым понял, что произошло. Однако, Лейлин не ответил на его вопрос. Напротив, его выражение помрачнело еще больше, гораздо больше, чем когда тот смотрел на три развилки. Направление неверное. Это не та сцена, что я видел раньше. В своем предыдущем наблюдении, тропа представляла собой небольшую тропу усеянной ежевикой, но никак не эту аккуратную и упорядоченную дорогу вроде этой. Только не говорите мне, что ранее я тоже попал под иллюзорное заклинание. Лицо Лейлина помрачнело. Однако изумление в его сердце намного превысило ту, которую он раскрывал внешне. Он уже являлся магом дворанга. Хотя он еще не полностью восстановился, но простое духовное тело не могло так сильно повлиять на его ощущения. И. Чип просканируя окрестности. Лейлин потер виски и приказал И. Чипу, а его глаза полыхнули синим светом. Бип. Задача поставлена. Начинаю сканирование. Тревога. Тревога. Из-за неизвестных помех, сканирование не выполнено. Повторите попытку. Через один секунду бизызызы бизызызы прозвучал ответ И. Чипа. Но вскоре, обратная связь с ним походила на звуки испорченной ленты, смешанную с отсутствием сигналов радиоприемников, выдавая только шум. Этот пронзительный шум становился все громче и громче и в конце концов превратился в пронзительный женский вопль. У-у-у. Этот шум заполонил голову Лейлина, и у того закружилась голова. Ребята, вы слышали что-нибудь? Мне кажется, что я слышу, как женщина плачет. Пробормотал Байлин. Вскоре Джеймс и Дженни повторили, мы тоже. Вон там, внезапно указал Джеймс. Лейлин также посмотрел направление, в котором указывал Джеймс, и увидел плачущую женщину, одетую в черное платье, сидевшую под гнилой березой. Этот голос, этот голос, это Марша. Я никогда его не забуду. Джеймс смотрел туда с ошарашенным видом. Он спрыгнул с повозки и побежал к ней. Глава 310. Существо мира грез, Марша. Моя любимая Марша, это ты? Волнение заполнило голос Джеймса, когда он быстро приблизился к женщине в черном платье и протянул руки, чтобы потрясти ее за плечи. Лейлин остался в повозке, и не останавливал Джеймса. Нынешняя ситуация приняла крайне странный оборот и ему требовалась морская свинка, чтобы проверить воду. Джеймс использовал некоторую силу и потеребил женщину в черном платье. Внезапно, все что он смог увидеть, это плоское лицо без отверстий, но с черными завихрениями на нем. Сью ужас наполнил глаза Джеймса, когда он, казалось бы, начал вытягиваться в черную длинную струну и постоянно закручиваться, поглощаясь лицом женщины. Весь процесс произошел довольно быстро и закончился в тот момент, когда Лейлин собирался протянуть руку. Тем не менее, просматривая повтор, он мог ясно видеть, как тело Джеймса растягивалось и понемногу искажалось в длину более чем на 10 метров и поглощалось закручивающимся лицом женщины. На этот раз беспокойство покинуло Лейлина и он ощутил такое отвращение, что его начало тошнить. В то же самое время его сердце сжалось. Это определенно не какое-то духовное тело, а более страшное существование и которое я все еще не могу понять. В одно мгновение Лейлин вспомнил, опираясь на базу данных И. Чипа, что в древности битвы между двумя высокоуровневыми магами могли опустошать землю и высушивать моря. В то же время они могли разделять пространство и время, заставляя других по-другому воспринимать вещи. Особенно в таких местах, в которых появлялись существа с ужасающими способностями. Некоторые из этих существований были крайне слабыми, настолько, что с ним мог справиться даже послушник три уровня. Тем не менее, некоторые были настолько ужасающими, что могли даже превосходить силы мага утренней звезды, и заставить даже звезды падать с неба. Эта женщина в черных одеждах всего лишь привидение. Когда выполняются определенные условия, вихрь на ее лице активируется, поглощая любые предметы, приблизившиеся к нему. Лейлин сделал заключение в одно мгновение, прямо сейчас моей силы не хватит. Против такого существа, которое очевидно не уж и такое слабое, столкновение без какой-либо дополнительной информации, просто глупый поступок. Бежать. Его тело мгновенно превратилось в черный туман и исчезло в воздухе. Со вспышкой черного света, тело Лейлина появилось в нескольких сотнях метров от предыдущего места. У-у-у-у. Тем не менее, пронзительный плач до сих пор продолжал звучать в ушах Лейлина, а его высота оказалась даже выше, чем прежде. Лейлин сильно ошеломился, обнаружив, что меняя направление он летел прямо к женщине в черном платье. Кача. Женщина встала и ее череп распался на две половинки. В зияющей дыре он видел ряды острых как бритвы клыков, словно ее лицо превратилось в челюсти какого-то существа. Бэнк. Гигантская челюсть захлопнулась и тьма охватила Лейлина. Лейлин чувствовал, словно его тело падало с огромной высоты и ударилось об землю, прежде чем он содрогнулся и очнулся. Похоже, что меня поглотила эта женщина в черном платье, где я оказался. Лейлин почесал голову, разглядывая свое окружение. Комната, в которой он оказался, была маленькой и темной, в углах виднелось множество пауков и паутины. Лейлин не видел ни одной мебели, ни окон, ни дверей. Казалось, будто бы он оказался внутри запечатанного подвала. Кроме Лейлина, тут также лежали Дженни и Байлин. Они лежали без сознания с закрытыми глазами. Казалось, что им понадобится много времени, прежде чем они очнутся. Еще одна, более замысловатая иллюзия, со всей серьезностью подумал Лейлин. Если три развилки являлись внешним слоем этой иллюзии, женщина в черном платье вторым, то значит это, третий иллюзия. Кроме того, Лейлин раньше никогда не взаимодействовал с миром грез, но древние маги когда-то завоевали большой мир, в котором жители обладали способностями создавать иллюзии. Благодаря силам мира грез, они могли с легкостью добиваться чего желали и даже были почитаемыми как боги невежественными обитателями из других пространств и измерений. Кроме того, благодаря короткому абзацу, записанному в антикварной книге, Лейлин знал, что чем глубже погружаешься в иллюзию, то тем труднее из нее сбежать. Я должен выбраться. Третий уровень иллюзий достаточно опасен. Черное пламя вспыхнуло на ладонях Лейлина и он произнес скрытый огненный шар. Черный огненный шар удар в один из угла комнаты, создав в нем глубокое отверстие. Сперва я должен понять конструкцию этой иллюзии. Лейлин потер подбородок. У него пока не имелось другого решения против такой силы, поэтому он мог только проверить все, прежде чем попробовать другие методы. Лейлин прыгнул в созданное собой отверстие. Черт побери. Я уже 193 раз возвращаюсь в это место. Лейлин посмотрел на Байлина и Дженни с чрезвычайно мрачным выражением, которые до сих пор лежали без сознания. Ориентируясь на мои похождения, я уже записал ее трехмерную конструкцию. Как и ожидалось, чем глубже уровень иллюзии, тем менее прочными являются внутренние контракции, которые в конечном итоге превратятся в хаос. Если бы пространство разрушалось, то имелось бы только две возможности. Либо кто-то опустится на более нижний уровень иллюзии, или же их душа не сможет перенести основную тяжесть, и они будут проглочены заклинателем этой иллюзии. Я уже пробовал все места в этой иллюзии, поэтому остались только они. Лейлин бессознательно отбросил тела Байлина и Дженни, обнажив под ними пыльный серый пол. Воспользовавшись огненным шаром, земля разбилась. Пол в подвале распался и Лейлин выскочил через него. Фундамент тот же, что и раньше, но Дженни и Байлина уже исчезли. Хорошо, прекрасно. Наконец-то хоть что-то изменилось. Лейлин пробежался глазами по окружению. Он находился все в той же тесной комнате. Однако теперь, тел Дженни и Байлина здесь не имелось. Следы ремонта пространства, которые не могут идти в ногу с нанесенным ущербом, хех. Следующее, что я должен сделать. Будто играя на струнах цитры, обе руки Лейлина начали пробегать по пустоте, создавая круги пульсаций. С движениями его пальцев, текстура подземной комнаты напоминала из себя воду, по которой шли легкие ряби. Чем большую площадь охватывали пульсации, тем больше искажалась внутренняя пустота, пока он наконец не услышал хлопающий звук пуп. Пространство подземного мира разрушилось и Лейлин снова упал вниз. Зеркала. Яркие зеркала находились повсюду, отражающие появление черноволосых красивых юношей. Это должно быть промежуток между двумя уровнями иллюзий. Сделал выводы Лейлин, коснувшись поверхности ледяного зеркала. Прямо сейчас он почти сразу сбежал из иллюзий и это не ускользнет от заклинателя. Однако именно этого эффекта он желал. У-у-у-у. В этот момент до ушей Лейлина донесся очаровательный плачущий голос молодой девушки. Лейлин резко повернул голову и в одном из угла комнаты он увидел маленькую фиолетовласую девочку в красном платье с белыми носочками, и которая сейчас плакала. У-у-у Алиса потеряла своего маленького мишку. Старший братец, ты можешь помочь мне найти его? Маленькая девочка прекратила плакать и посмотрела умоляющими глазами на Лейлина. Прошу меня простить, но не могу. Покачал головой Лейлин. Но почему? А задача Настя всплыла на лице девочки. Алиса очень послушна. Тебе не нравится, Алиса? Пока она говорила, в окрестностях появилось еще больше зеркальных отражений. Я хочу, но давай сперва поговорим. Лейлин изо всех сил старался отвечать спокойным голосом. У него не имелось за плечами большого опыта беседы с такими странными сущностями. Кроме того, другая сторона являлась существом более высшего ранга. Их мысли и мышления могли отличаться от человеческого. И сам Лейлин не был уверен, что сможет уговорить его отпустить себя. Ты не будешь сопровождать Алису, чтобы найти ее маленького мишку? Нет. Лейлин решительно покачал головой. В легендах говорилось, что такое раньше происходило. Как только кто-то соглашался на такую просьбу, считалось, будто они подписали какой-то страшный контракт и попадали под манипуляцию с другой стороны. Упоминалось, что некоторые даже оказывались в других измерениях. Хотя подтверждалось, что некоторым счастливчикам повезло и они вернулись новыми силами. Лейлин никогда не являлся человеком, которому нравились такие азартные игры. Особенно, когда его собственная жизнь была поставлена на карту. Треск. Как только Лейлин отказал ей, бесчисленное количество жуков, словно прилив, начали выливаться из зеркал и поглощать Лейлина под собой. Эх, и все-таки мне придется атаковать, нахмурил брови Лейлин. Он знал, что должен продемонстрировать свою силу, прежде чем другая сторона признает его. Скрытый огненный шар. Око окаменения. В мгновение, все его тело покрылось чешуей и из его рук начало непрерывно вырываться черное пламя. Даже его глаза выстрелили таинственным светом, вспыхнувшим внутри них. Пак. Пак. Множество черных жуков превращались в камень и, падая на землю, превращались в пыль. Остальная же часть сжигалась черным пламенем, превращаясь в ничто. Тем не менее, жуки все равно продолжали выливаться из зеркал, и то, что Лейлин сумел избавиться от прошлой части, являлось всего лишь одним волоском на телах девяти быков. Сила моего противника намного превысила мои ожидания. Лейлин криво улыбнулся и распылил красный порошок, опаляющие прикосновения. Два палящих луча вылетели из рук Лейлина, полностью расчищая два направления. Однако, лицо Лейлина побледнело и его сознание дрогнуло. Кристаллизованная духовная сила в его море сознания треснула и почти что разрушилась. Опаляющие прикосновения являлось заклинанием два ранга и прямо сейчас Лейлин мог воспользоваться только частью всей своей духовной силы. Только с силой мага один ранга, он естественно познает обратную реакцию от безрассудного использования заклинания два ранга. Этот ответный удар считался достаточно легким. Если бы он воспользовался врожденным заклинанием два ранга, вполне вероятно, что его море сознания претерпело бы радикальные изменения. Ци-ци. Море жуков заверещало и снова устремилось к Лейлину. Лейлин, чья духовная сила уже истощилась, мог просто наблюдать, как жуки слой за слоем охватывали его тело. Глава 311. Столица восточного региона черные жуки полностью покрыли тело Лейлина, словно он носил толстое, черное пальто. Многочисленные жуки пытались грызть тело Лейлина. Их зубы сталкивались с поверхностью черной чешуи в результате чего раздавался странный шум. Тело Лейлина излучало черный свет, слои жуков дрожали и падали, но сразу после падения они раскрывали свои экзоскелеты и ползли обратно. Эти жуки даже проползли к единственной открытой части тела Лейлина, к его глазам. Они хотели полностью погрузить его в море своих тел. Я недооценил их, прошептал Лейлин. Он не ожидал, что эти черные жуки будут такими настырными. У него не хватало времени, чтобы воспользоваться ядовитой желчью. Черт, как я могу умереть в таком месте? Лейлин взревел и в этот момент родословная гигантская кимоинская змея начала бурно циркулировать по всему его телу. Вскоре, зрачки глаз Лейлина поменяли форму на янтарные вертикальные и, глядя на небо, он громко зашипел. Шипение. Его шипение казалось очень зловещим. Огромная, дьявольская аура очень ясно излучалась от тела Лейлина. Словно хищник с древних времен воскрес в его теле. Черная энергия извергалась из его тела и застывала в виде черного силуэта за его спиной. Принимая форму великой кимоинской змеи, шипящую в небо. Грохот. Грохот. Наряду с этой огромной ударной волной, жуки, которые ползали по всему телу Лейлина, превращались в пыль прямо в воздухе, словно каждого из них пронзала пуля. Лейлин продолжал реветь и сила, и эмоции в его кровеносных сосудах безудержно нарпигались. Кача. Щелчок. Поверхность окружающих зеркал покрылась трещинами и громко раскололась, обнажая пустые пространства. Ух-ух. Лейлин закрыл рот и тяжело задышал. Прямо сейчас, в критический момент, сущность крови гигантской кимоинской змеи взорвалась, что также сильно повлияло на его тело. В настоящее время Лейлин был окружен раздавленным черным небытием. Вся земля была заполонена конечностями жуков. Ха-ха. Убитые трупы черных жуков воспарили в воздух и образовали черное женское лицо, от которого послышалось чернокнижник с родословной гигантской кимоинской змеей. Я также ощущаю отвратительный аромат души из твоего тела. Ее губы извивались, так как она говорила на древнем языке Байрона. Похоже, что ей нравятся чистые духи людей. Что касается тел чернокнижников, то они не только имеются внутри родословную, но и их душа отличается от обычной. Поэтому, ей не нравится этот аромат. Несмотря на то, что он успокоился, Лейлин переживал сильное волнение. Использя древний язык Байрона, он ответил, я случайно вторгся на вашу территорию. Прошу вас отпустить меня, я даже готов заплатить выкуп. Существо перед ним не являлось человеком, поэтому Лейлин сразу заявил о своем желании. Неплохо, однако мне не нравятся души чернокнижников, ответило огромное женское лицо. Что касается цены за искупление твоей души и душ двух других невинных, я попрошу тебя отдать те зеленые кристаллы в твоей сумке. Зеленые кристаллы духов? Лейлин был поражен. Тут же в его руки появились зеленые кристаллы, от которых излучалось зеленое свечение и блеск, похожий на таковое у зеленых бриллиантов. Да, именно их произнесло огромное женское лицо. Эти древние чистые духовные кристаллы я заполучил, когда убил отвратительное зло внутри тайного пространства секты уничтожения древних духов. Ходят слухи, что эти кристаллы одинаково ценятся всеми существами в разных мирах. Вспышка понимания мелькнула в голове Лейлина. Значит, этих кристаллов хватит, чтобы освободиться меня и двух других людей. Кивнул Лейлин, выражая свое согласие. Затем он спросил, что случилось со стариком. Он погрузился глубоко в мою иллюзию. Он уже потерял себя в моем теле, ответило женское лицо. Лейлин уже догадывался об этом. И теперь убедившись окончательно он вздохнул, отправьте меня. Ху. Лейлин открыл глаза и обнаружил, что лежит в углу повозки. Байлин и Дженни лежали в другом углу, а тело Джеймса молча исчезло. Точно так же из рук Лейлина исчезли кристаллы души. Вот оно, исходное расположение трех разветвленных дорог. В настоящее время по большей части серый туман рассеялся. Три разветвленные дороги и огромная гранитная скала исчезли, открывая взору на стоявшую дорогу. Лейлин мог четко определить направление и вскоре направил лошадей и покинул это место. На этот раз было действительно опасно. Пока Лейлин продолжал вести повозку, некоторые следы страха по-прежнему задерживались в его сердце. Если бы ему не встретился противник, которому не нравилась идея о том, что его душа будет загрязнена кровью Лейлина или, возможно, даже опасался власти родословной Лейлина, он скорее всего оказался в том же положении, что и Джеймс, то есть навсегда остался бы запертым в теле огромного женского лица, скомканного из жуков. Чем дальше он ехал, тем больше рассеивался туман, пока в конце концов полностью не исчез, обнажая заросшие поля по обе стороны от дороги. Плачущие призрачные земли действительно опасное место. Травматический опыт, который недавно пережил Лейлин, заставил его продолжать оборачиваться и проверять то, что находилось за его спиной, пока он продолжал ехать и до тех пор, пока плачущие призрачные земли полностью не оказались за его спиной. Позади него застыл затухающий серый туман, образуя стену, которая мешала ему вглядываться вглубь. Я также продолжаю задаваться вопросом о двух магах, которые когда-то сражались здесь, каковы были их ранги и что получилось в результате битвы. Думал и вздыхал Лейлин. Простое сражение нарушили время и пространство, а также создало такое странное место. Лейлин знал, что могущество этих магов превысило его собственное воображение. Вероятно, они скорее всего превысили уровень магов утренней звезды. Неминуемо настанет тот день, когда я тоже достигну такого уровня. Недавний случай только усилил желание и решение Лейлина стать сильнее. Ох, где я? Покинув территорию плачущих призрачных земель, Бейлин очнулся и схватился обеими руками за свою голову. Как ты себя чувствуешь? Ты что-нибудь помнишь, прежде чем потерял сознание? Не поворачиваясь, спросил Лейлин, продолжая направлять лошадей. Мои воспоминания не очень ясны. Я помню, что мы столкнулись с женщиной, когда прошли сквозь серый туман. Бейлин выглядел очень озадаченным, когда вспоминал об этом. Вскоре вожжи лошадей оказались в его руках. Ты проснулся как раз вовремя. Теперь ты можешь управлять повозкой вместо меня. Лейлин подтолкнул кнут в руки Бейлина и откинулся назад, чтобы насладиться отдыхом. Бейлин обладал телом великого рыцаря, и поэтому проснулся первым. Тем не менее, Дженни являлась послушницей один уровня и поэтому тоже вскоре очнулась. Очень хорошая реакция. Лейлин опустил взгляд на Дженни, которая все еще притворялась бессознательной, когда коснулся руки Дженни и равнодушно похвалил ее. Значит это господин Лейлин. Дженни вздохнула и открыла глаза. Я думала, что оказалась в плену у плохих людей. Затем она открыла окно повозки и выглянула из него, окончательно убеждаясь, что вокруг не имелось серого тумана. Разве мы уже не покинули плачущие призрачные земли? А где Джеймс? Да, сейчас мы проезжаем оливковые поля. Через два дня мы прибудем в столицу восточного региона Сумеречной зоны. Лейлин медленно кивнул и продолжил. Что касается Джеймса, тебе лучше ментально подготовиться. Некоторое время спустя, Бейлин услышал крик Дженни изнутри. Нет, этого не может быть. Вы врете. Взрыв. Дверь повозки открылась и через нее можно было увидеть слезы в глазах Дженни. Дженни, ты. Видя, что Дженни выглядела такой растерянной, Бейлин испытал замешательство. Всхлип. Всхлип. Дженни бросилась в объятия Бейлина и громко зарыдала. Сумеречная зона делилась на пять областей. Восток, запад, север, юг и центр. Столицей восточного региона являлся самый процветающий город во всей сумеречной зоне. Также он являлся центром политики и бизнеса. Многие аристократичные семьи основали здесь свои штаб-квартиры, создав альянс аристократов, который обладал большим влиянием во всем восточном регионе. Здесь также имелись маги, проводившие исследования и создавшие академии в тайных местах, в результате чего этот город стал центром встречи многих магов. В центре города находился размером с небольшую гору солнечный камень, который приносил вечный свет и тепло всему региону. Стены города очень высоки. В этот день в столице восточного региона можно было увидеть сельского деревенщину, глазевшего на высокие и прочные городские стены. Хватит. Лейлин воспользовался ножнами своего меча, чтобы стукнуть Байлина по голове, не позволяя ему и дальше продолжать так себя вести. Несмотря на то, что столица восточного региона выглядела огромной, Лейлину казалось, что она не особо отличалась от ночного города. Поэтому видя, как себя вел Байлин, Лейлину становилось стыдно. «Ты действительно заставляешь меня терять лицо», — ругал он Байлина. Слушая его выговор, Байлин потер ноющее место и оглядывался вокруг и только время от времени, указывая на граждан. Лишь через некоторое время он смущенно улыбнулся и произнес, «Босс, со своего рождения, я никогда не видел таких высоких стен. Простите меня». Лейлин продолжал оставаться довольно безмолвным, если бы не количество окружающих людей, он мог бы даже утаять мысль об убийстве Байлина прямо на месте. Хихе лорд Лейлин, Байлин до сегодняшнего дня бывал только в городе Поттер. Такое удивление вполне естественная реакция. В этот момент Дженни, которую до сих пор съедала печаль, сильно удивилась реакцией Байлина. Она хихикнула и помогла Байлину выйти из его затруднительного положения. Тем не менее, увидев, что Дженни заступается за него, Байлин смущенно опустил голову, не делая никаких других вещей, на которые Лейлину стало бы невыносимо смотреть. В конце концов, перед девушкой, в которую он влюбился, Байлину все равно пришлось проявлять некоторое самообладание. «Ладно, поскольку мы привели мисс Дженни в безопасное место, нам придется попрощаться». Атмосфера в повозке стала молчаливой, и Лейлин с улыбкой на лице посмотрел на Дженни. «Что? Что?» Тут же в его уши влетело два ошеломленных выдоха от молодежи. «По почему?» «Слишком внезапно». Байлин ощутил, что что-то не так, но он не мог выразить все свои мысли, кружившиеся в голове. «Лорд Лейлин, я по-прежнему прошу вас посетить мою семью Аргус. Мой отец обязательно захочет познакомиться с вами, а также с Байлином». Выпалила Дженни и прикусила губу. «Я с самого начала упоминал, что мы путешествуем вместе из-за направления в одно и то же место». Выражение Лейлина ни на йоту не изменилось, и он перевел взгляд на Байлина, что до тебя, Байлин, ты можешь вернуться вместе с Дженни. Более того, уже имеются люди, которые пришли за тобой, Дженни. Закончил и улыбнулся Лейлин. Глухой стук. Как только Лейлин закончил говорить, тут же послышались стуки лошадиных копыт. К ним приблизилась группа белых рыцарей верхом на красивых конях. На их шлемах изображался белый крылатый орнамент. На их доспехах также невозможно было заметить и следа пыли, и даже их лошади имели окраску чистейшего белого цвета. Глава 312. У регулирования на флаге этой группы имелся блестящий знак отличия. Пышные солнечные лозы образовали границу, а посередине располагался меч и щит. На вершине эмблемы располагалась корона, которая представляла собой прославленную историю семьи. Это же солнечная семья Аргус. Это известная семья, главой которой является Маркиз. А они светло-серебристая рыцарская эскадрилья. Неужели какая-то важная фигура семьи Аргус отправляется в путешествие? Граждане и прохожие люди пылко обсуждали все между собой, а на лице у Байлина оставалось очень сложное выражение. «Я должна идти», — заговорила Дженни, повернувшись к Байлину. «Ой, эх, хорошо», — медленно ответил Байлин. Только теперь он понял, насколько большое расстояние разделяло их с Дженни. «Давайте тоже пойдем, мой лорд», — решительно спросил Байлин и вдохнул воздуха. «Мы останемся в городе на некоторое время. Что касается места, то уверен, что тебе не нужно знать. Ты обязательно найдешь нас, не так ли?» — бросил Лейлин Дженни, прежде чем раствориться в толпе вместе с Байлином. Что касается Дженни, она глубоко вздохнула и схватилась за свою сумку, в которой лежал цветок кровавого дракона. «Госпожа, наши люди сразу же сообщили нам о вашем прибытии. Мы здесь, чтобы сопроводить вас обратно домой». Лидер серебряных рыцарей посмотрел на Дженни и достал значок с встроенной в него красной жемчужиной. «Ладно, давайте отправимся как можно быстрее». «На этот раз я выполнила миссию и принесла для отца цветок кровавого дракона», — пробормотала Дженни. Вскоре командир рыцарей сопроводил ее в роскошную карету. Внутри Дженни расплакалась, поскольку уже не могла сдерживать свои эмоции. Восточный регион сумеречной зоны был очень обширен. Население составляло порядка 100 тысяч человек. Конечно, большинство из них являлись обычными людьми. Тем не менее, благодаря такому количеству, экономика этого района развивалась чрезвычайно благоприятно. Поскольку они находились в подземном мире, архитектура здания и продаваемых здесь предметов, отличалась от таковых на южном побережье. По наблюдениям Лейлина, все проектировалось с учетом оборонительных характеристик. Конструкция всей восточной столицы походила на большую крепость. Даже самые обычные здания внутри строились для эффективной обороны. Похоже, что окружающая среда для жизни людей не так благоприятна. Скорее всего, она даже хуже, чем на южном побережье, — подумал Лейлин, анализируя свои наблюдения. На южном побережье любая опасность сразу же искоренялась магами или же попадала под их контроль. Ни один вид не желал долго участвовать в войне с людьми, поэтому условия жизни наверху и были намного лучше. Однако здесь все по-другому. Помимо людей, в сумеречной зоне проживало несколько других разумных рас. Некоторые из них даже основали королевство. Поэтому орда мрачных зверей, которые все время ожидали в темноте, являлась самой враждебной сущностью для всех разумных рас. В таких суровых условиях и в борьбе за выживание, форма зданий не преследовала эстетическую красоту, а скорее строились с учетом обороны, что являлось более важным аспектом для выживания людей. Мой лорд, чем мы собираемся тут заниматься? На плечах Байлин носил рюкзак и большой меч. От него распространялся крайне галантный настрой, но выражение его лица оставалось пустым. Причина почему они покинули город Поттер — сопроводить Дженни обратно в восточную столицу. Однако теперь, когда она вернулась, Байлин ощутил, что часть его сердца опустела, словно из него вынули что-то очень важное. Прежде всего, найти жилье, а затем арендовать здание. Лили накинул взглядом шумную толпу и улыбнулся. В конце концов, стоимость проживания в гостиницах столицы не такая высокая. Если мы хотим остаться надолго, то нам необходимо арендовать или купить квартиру. «Квартиру? Мы собираемся остаться здесь, а не вернуться». Байлин не мог выразить своих нынешних чувств. Постоянное место жительства. Мысль о том, что они могут обосноваться в таком городе, что и Дженни, сразу же осчастливила его. «И мы, у тебя осталось что-то в городе, Поттер, о чем ты будешь скучать?» Лилин усмехнулся на слова Байлина и молодой парнишка склонил от смущения голову. Этот простофиля подумал, что именно из-за него Лилин решил остаться здесь жить. Он думал в таком ключе, поэтому его сердце наполнилось особой благодарностью к Лилину. Увы, все было основано на собственных интересах Лилина. Восстановив часть своей силы, не мог больше ждать и желал встретиться с магами подземного мира. Хотя Лилин и воспользовался техникой и покопался в воспоминаниях Аарона и других послушников, большая часть информации, что он почерпнул, все еще оставалась неполной. Из-за отсутствия какого-либо статуса он не мог получить более ценную информацию. Кроме того, круги официальных магов и послушников находились на совершенно разных уровнях. Лилин не имел никакого желания осматривать тот рынок, который фигурировал в воспоминаниях Аарона. Что касается восточной столицы, то здесь определенно имелось множество магов и академий, с которыми хотел познакомиться Лилин. Даже предки магов семьи Аргус являлись хорошим выбором. Вскоре Лилин привел Байлина в северную часть столицы и арендовал там двухэтажную виллу. Область купленной виллы оказалась довольно обширной, а ее стены прочными и высокими. Что касается окон, то они были либо маленькими, либо их не было совсем. На территории, огороженной высоким забором, располагался крошечный сад и учебная площадка. Вилла такой планировки обладала качествами выше среднего в восточной столице. Даже типичные купцы и дворяне не могли себе такую позволить. Однако для Лилина покупка такой недвижимости являлась сущим пустяком. Даже без учета огромного количества магических кристаллов, которые он носил с собой, только золото, что он получил от Дженни, оказалось достаточно, чтобы они жили припеваючи и ни в чем себе не отказывали в течение нескольких лет. Вернувшись в город Поттер, Дженни почти полностью скупила оборудование, хранившееся на полках Лилина, чтобы обмундировать нанятых ею наемников и авантюристов. Позже, чтобы отблагодарить Лилина и Байлина, она отправила им еще больше золота и драгоценностей. Для магов, такое количество валюты не являлось важной вещью. Следовательно, Лилин чрезвычайно щедро относился к своим покупкам. Поиск виллы и подготовка соответствующих документов только ускорились с помощью такого богатства. Ха-хе. Прозвучал внезапный громкий крик. Лилин опустил чашку кофе и газету, и, выглянув в окно, направился на тренировочную площадку. Байлин находился на тренировочной площадке и тренировался. Он снял с себя верхнюю одежду и стоял полуобнаженным по пояс. Успокоившись, он стал более прилежным, и каждый день тренировался как сумасшедший. Он даже попросил разрешения у Лилина присоединиться к наемникам, чтобы оттачивать свои навыки. Все еще не избавился от мечты быть рыцарем принцессы? Интересно. Лилин с интересом наблюдал за молодым парнишкой, если бы я обладал правом и словом и помог бы ему достичь его мечты, то она уже была бы выполнена. Но почему я? Слава в истории принадлежит неизвестности. В его глазах Байлин являлся обычным парнем, которого он взял на произвол судьбы, чтобы тот выполнял за него кое-какую работу. Однако сейчас его очень интересовали события, происходящие между ним и Дженни, а Лилин занял место зрителя и наслаждался шоу. С тех пор, как он слегка коснулся техники священного пламени и получил некое предвидение, он знал, что Дженни и Байлин оказались необычными людьми. Говоря более точно, они являлись основными персонажами, творившими историю сумеречной зоны. Такая жизнь по определению стала бы какой-то необычной. Вдруг Лилин улыбнулся, наконец-то здесь от передних ворот раздался громкий звонок. Кто это? Байлин взял полотенце с белой стойки рядом с ним и вытер под стила. После он тут же побежал к двери, чтобы открыть ее. В это же время Байлин увидел девушку из своих грез. Джи Дженни, что ты здесь делаешь? Ликование всплыло на лице Байлина. Что? Разве мне не рады? Улыбнулась Дженни. Рады? Конечно, пожалуйста, проходи. Байлин тут же открыл дверь. Дженни была одета в одежды благородного происхождения. Ее элегантность и красота вызвали восторгу Байлина. Было очевидно, что Дженни наложила деликатный макияж. Мало того, что она оделась в красивое платье с различными драгоценными добавками, она носила две большие рубиновые серьги и бриллиантовый кулон. Как тебе? Ты больше не узнаешь меня? Усмехнулась Дженни, кружась вокруг Байлина. Нет, я имею в виду ты слишком восхитительна сегодня. Лицо Байлина тут же покраснело как яблоко. Эта беспомощная реакция заставила служанку, что стояла позади Дженни, хихикнуть. Только в этот момент, услышав хихиканье служанки, Байлин заметил нескольких рыцарей, стоявших позади служанки. Это открытие заставило его немного помрачнить, но вскоре он скрыл эту эмоцию. Дженни, твоему отцу полегчало? Спросил Байлин. Да, спасибо. Ему намного лучше, но все усложнилось. Цель моего нынешнего визита состоит не только в желании увидеть тебя, но еще из-за этих сложностей. Дженни огляделась по окрестностям. А где господин Лилин? Я хочу поговорить с ним. Лорд внутри. Я-я сообщу ему. Байлину теперь хотелось плакать. В этом нет нужды, я все слышал. По окно открылось, и взору предстала половина фигуры Лилина. Входи. Дженни не смела задерживаться после слов официального мага, поэтому резко развернулась и вошла в дом, сказав своим подчиненным оставаться снаружи. В гостевой комнате Дженни сидела напротив Лилина. Оба в руках держали по чашке кофе. Что касается Байлина, то он стоят позади Лилина. В гостевой комнате находилось только три человека. Со взмахом руки Лилина, комната покрылась черным энергетическим слоем. Глава 313. Башня для магов. Вся гостиная, казалось, покрылась черным ореолом света и даже трещины на окне как будто полностью закрылись, словно они покрылись слоем черного хлопка. Такая странная сцена вызвала сильное удивление у Байлина. Испытывая любопытство, он попытался прикоснуться к черному хлопку. Свет тут же палился в комнату, через место, которое прошла рука. Байлин наслаждался этим зрелищем, и когда поднял взгляд на Лилина, в нем читалось гораздо больше уважения, чем в прошлом. Во время этого путешествия Байлин узнал от Дженни и Джеймса, что Лилин был официальным магом. В глазах Байлина, выросшего в городе Поттер, рыцарь уже считался удивительной и властной личностью. Однако маг, в его глазах эти люди считались сродни легендам. Фактически, Байлин всегда мечтал стать магом и повелевать молниями, огнем и льдом. Он мечтал об этом еще и потому, что если он сможет стать магом, то сможет жениться на Дженни. Но к несчастью, все его надежды были разбиты словами Лилина. У тебя нет таланта к этой области. Лилин давно заметил плохие способности Байлина. Его способности граничили примерно на один уровне, и этот уровень был известен за свой наименьший шанс стать магом. Он мог остаться послушником на протяжении всей своей жизни. Однако, даже если у него не имелось должных способностей, если бы он усердно обучался, он, возможно, смог бы стать послушником. Статус послушника ценился намного лучше, чем рыцарь. Однако проблема заключалась в том, что для обучения послушника требовалось гораздо больше времени и сил, чем для подготовки рыцаря. Теперь, когда они покинули город Поттер, у Лилина уже не было свободного времени на отдых, тогда зачем ему тратить время на Байлина? Поэтому, Лилин без колебаний отклонил просьбу Байлина без малейших сомнений. Тем не менее, Байлин продолжал интересоваться таинственной силой, которой повелевали маги. «Хорошо, теперь это место запечатано мною. Если тебе есть что сказать, говори. Все, что ты здесь расскажешь, останется между нами», — заговорил Лилин. Услышав слова Лилина, Дженни поморщилась и ответила, как и ожидалось, от лорда Лилина ничего не скроется. «Эм, Дженни, разве ты не пришла просто навестить нас?» Теперь Байлин наконец реагировал. Он собирался задать вопрос, но Лилин бросил в его сторону предупреждающий взгляд, поэтому Байлин успокоился и начал слушать рассказ Дженни. «Получив отвар из цветка кровавого дракона, моему отцу стало намного лучше. Теперь он может самостоятельно подняться с постели и выполнять простые задачи, его душе также сильно полегчало. На мгновение лицо Дженни просветлело, но в следующее мгновение она снова погрустнела. Но его улучшение не продлилось долго. Воспользовавшись тем фактом, что моему отцу полегчало, оба моих дядей собрали семейное собрание. Они хотят узурпировать титул моего отца. Я пришла сегодня сюда, чтобы попросить вас о помощи». Дженни встала и проделала официальный реверанс перед Лилином и попросила. «Мой лорд, если вы сможете помочь моему отцу преодолеть этот кризис, мы возместим вам все что угодно, включая лично меня. Дженни, ты». Выслушав ее, Байлин забеспокоился, но чувствовал себя беспомощным что-либо изменить, так как ничего не мог сделать, чтобы помочь ей. «Хихи». Услышав просьбу Дженни, Лилин внешне оставался спокойным, но начал бормотать себе под нос. Когда Дженни уже заподозрила, будто Лилин стал одержимым, тот продолжил уже вслух. «У меня не имеется намерений вмешиваться в дела семьи Аргус. Тем не менее, я нанесу визит в вашу семью в течение трех дней». Около четверти часа спустя, Дженни ушла, получив то, чего хотела. Хотя Лилин неясно изложил, с какой стороны он будет поддерживать их, но хорошие отношения с официальным магом будут тем, чем посмеет пренебрегать ее семья. Но Дженни не заметила, что когда она ушла, губы Лилина изогнулись в насмешливой улыбке. Вы прячете так много, но все еще рассчитываете на меня и думаете, что я приду и помогу вам. Вы, люди, думаете, что я невежественный человек, которого можно водить за нос. Причина, по которой дяди Дженни осмелились в открытую заявить свое желание и в наглую идти против нее, вероятно крылась в том, что у них появился могущественный сторонник и сильная уверенность в успехе, заставляя первоначального преемника искать поддержку. С такой гарантией Лилин на 70% был уверен в том, что получит одобрение Зигфрида. В такой ситуации Дженни и ее отец возлагали все надежды на Лилина и даже жертвовали самой Дженни как приманкой и подарком. Хе-хе, ты действительно думаешь, что я буду участвовать в твоих делах ради счастья Байлина? К сожалению, счастье Байлина и даже его жизнь – всего лишь игрушки в моих руках. С изумительной улыбкой Лилина пустил взгляд на возвышающуюся фигуру Байлина, стоявшую у ворот. Три дня спустя Лилин, одетый в черный церемониальный дворянский костюм, посетил семью Аргус вместе с Байлином. Лорд Лилин, встретить вас – это большая честь. Получив известие от слуг, Дженни и ее отец Маркиз Аргус вышли и поприветствовали Лилина. Лилин также оценил своим взглядом Маркиза Аргус, когда в ответ поприветствовал его улыбкой. Голова Маркиза была полной и была такой же яркой, как и золото, а его физические характеристики походили на таковые, как и у Дженни. В настоящее время на его лице сияла теплая и сердечная улыбка. Позади него стояло два слуги, которые по поиск кланились Лилину, являя миру свое самое искреннее и почетное отношение к гостю. Да, Лилин равнодушно хмыкнул, кивая головой, и пошел дальше, идя рядом с Маркизом Аргус. Впоследствии Лилин слегка опередил Маркиза. Маг первоначально обладал большей выносливостью и авторитетом. Увидев, что Лилин идет впереди, улыбка на лице Маркиза только усилилась, словно его не заботили такие вещи. Позади обоих шли Байлин и Дженни. Байлин несколько раз открывал рот, желая поговорить с Дженни, но когда видел, что последняя оделась словно на королевский пир, то ничего не мог вымолвить и просто закрывал рот. Само собой разумевшееся, что этот безмятежный, хорошо построенный особняк Маркиза, а также уважительные и осторожные слуги, стоявшие по обе стороны проходов от Байлина, удивлялись остроумию этого молодого юноши. Поприветствовав Лилина, Маркиз решил представить Лилина другим родственникам, но внезапно был прерван. Ахоха. Мой дорогой старший брат, если ты пригласил столько гостей, то почему также не пригласил и нас? Услышав этот голос, Маркиз продолжил улыбаться, но в его глазах появилась настороженность, когда он представил владельца голоса Лилину. Мой лорд — это два моих брата, Лукас и Кермот. Затем он повернулся к двум мужчинам и произнес, это лорд Лилин, вместе с которым вернулась Дженни. Эти оба должно быть и есть двое дядей Дженни, которые, по словам Дженни, пытаются узурпировать положение ее отца. Лилин быстрым взглядом оценил этих двух господ средних лет. Лукас, Кермот и Маркиз Аргус выглядели одинаково, в конце концов, они были братьями. Однако глаза Лукаса были фиолетового цвета, а глаза Кермуда испускали серебристое сияние. Это было очень странным. Но то, что удивило Лилина, состояло в том, что тела этих двух дядюшек фактически излучали энергетические волны, похожие на волны магов. Фактически они оказались послушниками. Мы приветствуем лорда Лилина. В этот момент они оба почтительно поклонились Лилину. Маркиз обнаружил такое их поведение слишком трудно представляемым. «Оважаемый лорд Лилин, мой предок Зигфрид сердечно приглашает вас посетить его и осмотреть его лабораторию. Кроме того, он выражает вам благодарность за вашу помощь семье Аргус». Лукас почтительно передал послание от Зигфрида. Это приглашение заставило помрачнить выражение Маркиза и его дочери. Во всей этой ситуации имелся только один глупый юноша, Байлин, который не мог понять значение этого приглашения. Макс Зигфрид занимал первоочередное положение в семье Аргус. Отправляя это приглашение через Лукаса, а не через Маркиза, он ясно указал, кого поддерживает. «Это честь для меня». Лилин слегка кивнул, а затем сразу же пошел дальше следуя за Лукасом, ни разу не взглянув на мраморные лица Маркиза и Дженни. В светском мире за спинами магов таялись очень упрямые личности из-за силы, которой они обладали. Перед уходом Лукас и Кермут с презрением посмотрели на Маркиза Аргус, создавая неловкую атмосферу вокруг. «Что происходит?» Ошеломленный Байлин спросил у Дженни, которая только что вышла из оцепенения, вызванного недавними событиями. Хотя интуиция Байлина велела ему следовать за Лилином, глядя на Дженни, он заставил себя остаться с ней рядом. «Это ничего просто, предок моей семьи пожелал встретиться с лордом Лилином». Дженни едва смогла улыбнуться треск. Послышался звук разбившегося стекла, и кубок в руках Маркиза Аргус разбился на части, из-за того, что последний слишком сильно его сжал. Лилин следовал за Лукасом и Кермудом и прибыл на заднюю часть особняка семьи Аргус. Чем дальше он шел, тем сильнее была безопасность, но в сопровождении Лукаса и Кермуда Лилин беспрепятственно достиг задней части двора. «Мы пришли. Наш предок, лорд Зигфрид, здесь. Мы просим прощения, так как дальше нам не разрешается сопровождать вас». Лукас и Курмут привели Лилина к высокой конической башне, поклонились и ушли. Каждое их движение прекрасно исполнялось, показывая дворянскую выслугу. Лилин не обращал на это никакого внимания, так как пристально уставился на башню перед ним. Руны стабильности, руны ограничения и руны, способные превращать грязь в камень. Очень хорошая конструкция. Более того, я могу ясно ощущать энергетические частицы в воздухе. Похоже, что внутри этой башни имеется источник энергетических частиц, по крайней мере, двух элементов. Лилин осторожно погладил поверхность Белой башни и вздохнул с восхищением в глазах. Эта Белая башня была построена руками мага. Простые расходы на руны затвердевания и на основание источника энергетических частиц оставили глубокий след в душе Лилина. Это сооружение достойно мага, прожившего несколько сотен лет. «Если бы я захотел создать такую башню, мне бы пришлось потратить, по крайней мере, половину ресурсов, которые в настоящее время находятся в моей сумке». Вздохнул Лилин, подумав об этом. Специализированная и частная лаборатория имела много преимуществ. Мало того, что она магически скрывалась, в ней также можно было проводить тайные эксперименты. Тем не менее, так как Лилин не имел постоянного места жительства, он не мог построить для себя такую башню. Глава 314. Мощь Геи. Ха-ха. Устаревшая работа вроде этой может так сильно восхитить мага Лилина. «Это действительно честь для меня». В этот момент открылась дверь у основания Белой башни, обнажая фигуру старика, одетого в льняные одежды, который ухмылялся Лилину. Очевидно, что он услышал последний вздох Лилина. «Этого старика зовут Зигфрид Аргус и я приветствую тебя, лорд Лилин». Этот старик почтительно отнесся к Лилину и слегка согнул талию, чтобы поклониться, как подобает по этикету. Этот этикет передавался с древних времен и являлся одной их тех вещей, о которых Лилин читал только в книгах. Внешне он остался невозмутимым и повторил такой же поклон и произнес «Я Лилин, приветствую лорда Зигфрида». Обменявшись приветствиями, Лилин смог получше рассмотреть этого старика. Стиль одежды Зигфрида был крайне нелепо подобран, словно он ждал, чтобы кто-то одним движением содрал ее с него. Она выглядела свободной и комфортной по сравнению с великолепными одеяниями лордов во внешнем зале. Нынешний Зигфрид не производил впечатление Лилину в качестве козыря великой семьи. Если бы не его правая рука, то Лилин первым делом подумал, что перед ним стоит крестьянин. Именно его правая рука. Правая рука Зигрида являлась имплантатом, от которой излучался мягкий и металлический блеск. Взор у Лилина прекрасно были видны шестеренки и сварные части. Кача, Кача. Закфрил протянул правую руку и произнес «Я расскажу тебе, Лилин. Я навсегда потерял свою правую руку во время одного из своих экспериментов. Я знаю, что плоти мышечную структуру можно пересадить, но считаю, что механическая рука намного полезнее». Бабах. Закончив говорить, его рука распалась на пальцеобразной части вроде пинцета, ножницы и прочего. Они мирно покачивались в воздухе, ожидая приказаний. «Как тебе?» «Она была специально создана для меня одним из моих старых знакомых, земным эльфом по имени Грандмастер Аэг. «Превосходно!» Кивнул Лилин. Такой вид очень точной конечности редко можно было встретить даже на южном побережье, и поэтому Лилин не скупился на похвалу. Стало ясно, что Зигфрид был доволен похвалой Лилина. Затем он пригласил Лилина взглянуть на его лабораторию. «Зигфрид, неужели вы создали здесь пруд, излучающий энергетические частицы?» Из-за изящных и культурных манер Лилин вскоре подружился с Зигфридом. Они обращались друг к другу напрямую по именам. Это показывало, насколько хорошо развивались их отношения. Пока Лилин неторопливо обходил лабораторию Зигфрида, он подошел к конструкции, которая походила на маленький пруд и задал свой вопрос. Этот оказался маленький пруд, окруженный прочным черным металлом. У вершины бассейна располагался странный и сложный узор, а в середине бассейна растекалась жидкость цветахаки. Большое количество энергетических волн ясно ощущались из этого пруда. Да, я построил здесь пруд, излучающий частицы элемента земли. Эта конструкция почти истратила все мои ресурсы, накопленные почти за сотню лет. Выражение Зигфрида, похоже, испытывало мышечный спазм, но в следующий момент его заменило выражение гордости. После постройки этого пруда, концентрация частиц элемента земли в этом месте увеличилась на 55%, а результаты моей культивации улучшились по сравнению с простой медитацией. Способности пруда не ограничивались только этими возможностями. Маги могли использовать энергию, содержавшуюся внутри этого пруда, чтобы восстановить свои силы, а энергетические частицы внутри могли использоваться для атаки врага. Поэтому, маги, обладающие таким прудом, получали преимущество сражаясь против противника на своей собственной территории. Благодаря своей силе полуэлементального мага, в этой белой башне, сила атаки Зигфрида соответствовала магии мага с преобразованием элементальной сущности в 70-80%. Ох, точно, я забыл представить себя. Я являюсь известным инструктором Ассоциации Пламени Земли и культивирую высокоуровневую технику медитации, мощь гей. Она делится на три части. Земля, магма и организмы. В настоящее время я все еще изучаю часть, посвященную Земле. Прогресс в такой технике медитации слишком медленный. Рассказывая об этом, он с любопытством следил за Лейлином. Его очень интересовало происхождение этого мага. Похоже, что обмен опытом в виде высокоуровневых техник медитации является традицией среди магов сумеречной зоны. Когда эта мысль промелькнула в голове Лейлина, он очень скромно улыбнулся. Я родом из очень небольшого института, известного по названию Гудлоу. Этот институт специализируется на изучении древних существ-рептилий. Он сильно сфокусирован на этой области. Я культивирую неполноценную высокоуровневую технику медитации, священное пламя. В настоящее время я застопорился на изучении первого уровня этой техники. После этого он простыми словами объяснил суть техники медитации священного пламени и его трудности. Как и ожидалось, он скрыл мистическую способность этой техники, предсказывать будущее. Хэм Лейлин. Эта техника медитации очень неполноценна. Ответил, поглаживая бородку Зигфрид и поинтересовался, как насчет того, чтобы присоединиться к моей ассоциации пламени Земли. Наши высокоуровневые техники медитации намного более полноценны по сравнению с твоим священным пламенем, и даже более того, мы бы смогли продолжить делиться нашим опытом. Нет, благодарю. Лейлин тут же покачал головой. Изменять технику медитации очень опасно. Я продвинулся к магу один ранга, благодаря священному пламени. Я не могу избавиться от воздействия, которое она оказывает на мою духовную силу за такое короткое время. Более того, я также хочу передать наследие моей школы Гудлоу, поскольку именно этого желал мой покойный учитель. Ответил Лейлин твердым и непоколебимым тоном, ясно выражая свою решимость. Он знал, что приглашение Зигфрида являлось лишь поводом для разговора и что он на самом деле не предлагал искренне. Более того, в ситуации, когда он не знал ничего об ассоциации пламени Земли, он не хотел спешить и становиться ее членом. Да, верно. Послушники еще могут изменить технику медитации, но маги один ранга, после стабилизации своего моря сознания, познают крайне неприятные последствия, если решат изменить свою технику медитации. Зигфрид также со всей серьезностью согласился с Лейлином. Казалось, что в этом отношении он высказался не задумываясь. Что касается происхождения Лейлина, у него уже не имелось сомнений. Изучив воспоминания Аарона и прожив два года в городе Поттер, Лейлин уже понял обычаи, традиции и манеры речи людей подземного мира. Он не давал никаких намеков, что он не из их мира. Кроме того, в подземном мире имелось бесчисленное количество послушников, а школ, в которых находилось всего один или два мага, передающих свое наследство, было слишком много. И возможно однажды, когда эти маги не смогут найти подобающего ученика, который сможет унаследовать технику медитации, эта школа вполне естественно прекратит свое существование. Что касается других удачливых магов, которые каким-то образом заполучили высокоуровневую технику медитации, они будут считаться опорой и будут продолжать передавать наследие среди своих маленьких академий. Поэтому, даже если он и не слышал о каком-либо Гудлоу, Зигфрид считал Лейлина лишь учеником какой-нибудь небольшой академии. И возможно, что даже одним из талантливых учеников, который являлся единственным магом из той академии. Зигфрид даже ощутил некоторую симпатию к Лейлину. Высокоуровневые техники медитации не просто легко изучать в начале, и труднее в конце, но и чем глубже ты погружаешься в нее, тем труднее становится продвигаться вперед. Для того, чтобы маг продолжал тренировать ее, они должны удовлетворить большое количество требований, относящихся к своему телу и душе. Такая задача является довольно трудной для послушника, подобрать для себя высокоуровневую технику медитации. Лейлин кивнул, полностью соглашаясь с тем, что говорил Зигфрид. Благодаря высокоуровневой технике медитации маги на уровне послушника или мага один ранга могли легко продвигаться вперед, но со временем им становилось все труднее. Кроме того, поиск другой высокоуровневой техники медитации, которая подходила бы к собственному физическому состоянию, зависела от характера мага и удачи. Даже Лейлин изначально не мог практиковать технику учения Кимоина. Только после пересадки родословной в свое тело он получил квалификацию и смог начать практиковаться в этой высокоуровневой технике медитации. Независимо от того, как трудно продвигаться в культивации используя высокоуровневую технику медитации, маги, которые пользовались таким методом, продвигались намного проще, чем маги на южном побережье, использующие большое количество ресурсов. Магическая башня Зигфрида состояла из пяти этажей. На самом нижнем этаже на страже стояли на страже металлические куклы. На втором этаже хранились низкоуровневые сокровища и мусор. На третьем этаже располагался магический сад, комната для культивирования и комната для тренировок. На четвертом этаже находились лаборатория, излучающая энергию прудик. Пятый и последний этаж являлся его комнатой отдыха и местом, где он принимал гостей, и другие комнаты для суетных дел. Когда Лилин осмотрел всю башню, Зигфрид пригласил его на пятый этаж. Теперь, можешь ли ты рассказать мне о цели своего визита, Лилин? Оба наслаждались послеобеденным чаем и легкими закусками, прежде чем уселись на диван. Старик с мудрыми глазами рассмеялся и задал Лилину интересующий его вопрос. Хорошо, дело в том, что Лилин начал аккуратно подбирать свои следующие слова. Я блуждал по пустоши вуде и не очень разбираюсь в нынешней ситуации власти магов в столице. Узнав, что Дженни в семье имелся человек, такого же существования, как и я, я решился приехать сюда. Еще одна причина заключается в том, что она и ее отец приложили много усилий, чтобы пригласить меня. Хе-хе, ты очень откровенен. Зигфрид радостно улыбнулся. Что касается этих потомков, я не интересуюсь их делами. На мой взгляд, все они просто свора волков, и только альфа-волк, выбранный путем голосования, сможет возглавить их стаю. Он позволил своим потомкам бороться друг с другом, и среди них он выберет одного, кто и будет управлять делами всей семьи. Такая речь, от которой веяло кровью, показала холодный и обособленный взгляд мага, прожившего долгую жизнь. Лилин ток также понять некоторые мысли Зигфрида. Казалось, что он уже отрезал любые чувства, которые связывали его с его кровными родственниками. Эти связанные с ним кровью родственники были для него не лучше посторонних. Поскольку дела обстояли таким образом, Зигфрид поступал так холодно и отстраненно и считал своих потомков простыми животным, а также товарами для торговли. Недавно Лукас принес мне некоторый полезный для меня предмет, поэтому я стал его поддерживать. Зигфрид безразлично продолжал рассказывать о внутренних распрях своей семьи. Конечно, если ты Лилин примешь сторону Дженни, тогда я немедленно покончу с мечтами Лукаса. Что касается Зигфрида, Лукас являлся одним из молодого поколения, а статус Лилина находился на том же уровне, что и его собственный. Поэтому, чтобы укрепить свои с ним отношения, он не колеблись отвергнет сторону Лукаса, если это немного облегчит нашу Лилина. Глава 315. Тайная техника рыцаря. О, нет-нет-нет. Кажется, ты меня неправильно понял. Лилин поспешно закачал головой. Хотя я знаком с Дженни, у меня не имеется никакого желания участвовать во внутренних делах семьи Аргус. Лилин обозначил свою позицию. Одним своим предложением – бедствие, которое постигла Дженни и ее отца могло разрешиться. Даже Лукас больше бы не возражал. Но как все это связано с Лилином? Не только это, повлияв на решение Зигфрида, Лилин в итоге оказался должен ему. Одобрения чаще всего являются самыми трудными моментами, заставляющие погашать долги. Более того, непосредственное вмешательство во внутренний распри посторонней семьи мага может расцениваться как неуважение. Независимо от этого, Зигфрид решил замаскировать свои эмоции. Он определенно был недоволен ответом Лилина. Лилин не беспокоился об этом вопросе. С одной стороны, отец Дженни располагал некоторыми поддерживающими его светскими фракциями, а с другой стороны, у Лукаса имелась поддержка Зигфрида. Выбор был простой, особенно когда взвешиваешь выгоды. В конце концов, с его многолетним опытом, он уже привык принимать решения, взвешивая все выгоды. По этому принципу и вели дела маги. Как и ожидалось, услышав ответ Лилина, Зигфрид шире улыбнулся. Лилин, я думаю, что вы еще не знакомы с фракциями в столице. Не беспокойся, ты можешь посетить меня, когда захочешь, если вдруг тебе понадобится узнать о них побольше. Я также могу привести тебя в некоторые места, организованные для магов, где ты можешь завести новых друзей. Это будет прекрасно. Достигнув своей цели, Лилин радостно улыбнулся. Затем Лилин и Зигфрид обменялись некоторой информацией касательно высокоуровневых техник медитации. Хотя в течение 250 лет Зигфрид накопил большое количество информации, он все равно немного удивлялся некоторыми теориями и практикой, имитированной и чипом. Иногда даже настолько, что он хотел тут же пойти и провести практические испытания. Таким образом он признавал научные знания Лилина. Что касается Лилина, то он уважал время, которое Зигфрид вложил в свои эксперименты. После обмена информацией ее бы сочли, что потраченное время пролетело слишком быстро. Поэтому, договорившись о дате следующей встречи, Зигфрид с неохотой отпустил Лилина. Теперь, когда Лилин отказался помогать отцу Дженни, можно было ожидать определенный ход событий. Во время собрания семьи Аргус, Лукас собрал достаточную поддержку, чтобы взять на себя следующую роль главы и получил титул маркиза. В ту же самую ночь отец Дженни умер от мучительной смерти в результате отравления ядом. Что касается Дженни, ее обвинили в том, что она подмешала яд в раствор из цветка кровавого дракона и убила своего отца. Любой, обладающий проницательностью, мог четко сказать, что это была самая простая детская уловка. Тем не менее, Лукас воспользовался именно таким методом, чтобы узнать, кто в семье стоит на его стороне и в то же время установить абсолютное господство. Такое преднамеренное искажение фактов осуществлялось лишь для того, чтобы сделать из оленя лошадь и чтобы наказать Дженни, показывая пример остальным. Используя несколько молниеносных шагов схемы и избавившись от посторонних фракций внутри семьи, Лукас крепко держал власть в семье Аргус. Вся семья безоговорочно позволила ему продолжать, а также согласилась с историей, что Дженни отравила собственного отца. Силовая борьба очень часто приводила к таким последствиям. Потерялся и стал собакой. Это был еще один пример кровавой битвы, когда в этом мире собака пожирала собаку. Хух-хуху. Дженни быстро пробиралась сквозь темный лес. Девушка благородного происхождения теперь потеряла свой элегантный и надменный вид. Ее юбка уже разорвалась на куски кустами. Кровь стекала по ее лицу и внешне она выглядела очень жалко. Хуже, чем нищий. Дорогой отец. Слезы продолжали стекать по ее лицу, пока она бежала через лес. События произошли так быстро, что Дженни надеялась, что все произошедшее всего лишь сон. Ее поддержка в виде ее собственного отца умерла так же, как и заговор. Что еще хуже, ее назвали убийцей. А небеса. Дженни не знала, какой извращенец размахивал ее судьбой, что в итоге она оказалась убийцей. Тем не менее, то, что произошло дальше, оставляло ее безмолвной. Под давлением политической власти, эта абсурдность была подтверждена другими, и все поверили, что она истинная убийца своего отца и повесили на нее клеймо преступника. На самом деле, если бы не несколько верных слуг и родственников, которые защитили и вытолкнули ее, она определенно не смогла сбежать, опираясь лишь на свои скудные силы послушницы один уровня. Конечно, после оказанной ей помощи, эти близкие ей люди столкнулись с ужасными последствиями. Плеск Дженни во время бега споткнулась о корень. В месте падения расплескалась грязь, пока юная девушка сидела, поджав ноги и судорожно всхлипывала. Даже если на этот раз ей удастся сбежать, что ее ждет впереди. Будь то другая знать или даже простые люди, все рассматривали ее как убийцу. У нее был выбор, либо быть пойманной и приговоренной к казни, либо скрыться и смешать свое имя и честь с грязью, и продолжать жить, не раскрывая своей личности. Просто думая об этом, Дженни не могла успокоиться и рыдала. Уууу, почему-почему так случилось? Кричала Дженни. Хе-хе-хе, взгляни в каком жалком состоянии ты оказалась. В этот момент за ее спиной раздался знакомый голос и тело Дженни задрожало. Она развернулась и увидела высокого рыцаря в доспехах с отвратительным шрамом на все лицо. Кинжал тот, один из элитных телохранителей моего отца, даже ты посмел меня предать? Этот мужчина обладал ужасающей мощью великого рыцаря, и он также являлся одним из телохранителей ее отца, и к нему у нее имелось очень большое доверие. Тот только хихикнул на причитание девушки. Тем не менее, улыбнувшись, его лицо стало выглядеть еще более ужасающим. На самом деле я с самого начала был на стороне Лукаса. Ни о каком предательстве не может идти ли речи. Зрачки Дженни расширились, когда к ней в сердце закралось нехорошее предчувствие. И в качестве награды за то, что я тайно шпионил, лорд Лукас позволил мне насладиться тобой, перед тем как убить. Тот облизнулся и похотливо засмеялся. Пять лет. Целых пять лет я слышал, как ты называешь меня дядей Тоддам. В действительности, все время исполняя свои обязанности, я думал, как буду обладать тобой, наслаждаться твоим телом и разорву тебя. Ты. Ты больной извращенец. Прислушавшись к признанию желаний мужчины обладать телом даже десятилетней девочки, волосы Дженни встали дыбом. Да, я извращенец, но что ты можешь с этим поделать, госпожа семьи Аргус? Тодд подошел и снял перчатки. Расслабься, я подарю тебе прекрасное время. Дженни бросилась назад, словно видела в Тоддде какого-то ужасного зверя. Однако в этот момент, Тодд был хуже зверя. Спасите. Помогите. Пожалуйста, спасите. Девушка беспомощно кричала, и слезы текли по ее лицу. Стой. В этот момент раздался очень молодой голос. Вскоре после голоса в воздухе послышался звук рассекаемого ветер, клинка. Тодд отскочил назад и взглянул на парня, который появился из ниоткуда. Байлин. Дженни тут же прижалась к Байлину и тихо всхлипнула. Ублюдок, я убью тебя. Байлин холодно уставился на большого мужчину перед собой. Его охватила ярость, потому что если бы он пришел хоть чуть-чуть позже, то с Дженни случилось что-то нехорошее. Это был первый раз, когда Байлин так сильно хотел кого-то убить. Убить меня? А сил-то хватит. Тодд обнажил меч, висевший до этого на поясе, и крикнул, ты должно быть любовник этой девушки. Я решил, что сперва отрублю твои четыре конечности, а потом отведаю ее прямо перед твоими глазами. В тот момент, я уверен, на выражение твоего лица будет очень интересно смотреть. Возможно, что ты даже сможешь присоединиться к нам. Тодд облизал губы и ухмыльнулся. Аркх. Байлин взмахнул своим клинком и из него вылетела вспышка белого света, так как он уже не мог больше его слушать. Великий рыцарь. Тодд сражу же принял серьезное выражение лица. Он взмахнул своим большим мечом и сцепился с крестообразным лезвием Байлина, и спуская вокруг себя искры. Ляск, ляск, ляск. Спустя несколько обменов ударами Тодд отступил на несколько шагов и вымолвил, какая сила. Вибрации, передаваемые от меча Байлина, заставили немного аниметь его руки. Убей его, Байлин. Убей его. Громко кричала Дженни. Под поощрением своей возлюбленной, Байлин шагнул вперед и ударил, посылая Тодда с ошеломленным выражением лица, на несколько метров назад. Свист. Как только два оружия столкнулись, Тодд внезапно выпустил свой большой меч из рук и со свистом ветра устремился к Байлину. Кача. Черный кинжал внезапно появился в его руке и пронзил сердце Байлина, словно ядовитая змея. Байлин изо всех сил пытался уклониться, и на поверхности его груди появился слой жизненной энергии. Пак. Словно перерезав тонкую кожу, черный кинжал пронзил и оставил глубокую рану на груди Байлина, вызвав обильное кровотечение. Шух. Тодд внезапно оказался на некотором расстоянии и облизывал лезвие черного кинжала. Теперь ты должен понимать, почему меня называют кинжалом, потому что мне нравится резать плоть своих жертв этим кинжалом, а затем смотреть, как они умирают от мучений. Лицо Тодда покраснело и он взволнованно произнес, твоя кровь самая вкусная среди тех, которую я когда-либо пробовал. Тайная техника шторма. Взревел Тодд и духовная жизненная энергия обернулась вокруг его тела. Шик-шик. На этот раз его скорость увеличилась, и он приближался к Байлину еще быстрее, чем раньше. Черт возьми. Тайная техника, перекрестная звезда. Получив еще несколько ран, Байлин наконец не выдержал и крикнул. ВЫН. Его тело внезапно увеличилось в размерах в два раза, и его защищал слой полупрозрачной брони. Глава 316. Торговая палата Кача. Черный кинжал Тодда столкнулся с полупрозрачной броней, но высек только несколько искр и отскочил. Это защитная техника рыцаря. С удивлением вымолвил Тодд и его глаза сверкнули. Существовало множество тайных техник великих рыцарей, но большинство из них придавали большое усиление лишь в некотором атрибуте. Например, техника Тодда сосредотачивалась на скорости, повышая ее в два раза от первоначальной. Из того, что он мог видеть, Байлин использовал технику, усиливающую его защиту. Болван, как только твоя техника рассеется, ты все равно будешь убит мною. На лице Тодда всплыла зловещая улыбка. Однако, Байлин внезапно пришел в движение. Скорость. Байлин перемещался очень быстро. Когда он двигался, то его полупрозрачная броня создавала пронзительный шум стремящегося ветра. Тодд мог видеть только остаточное изображение. Это он усилил себя в двух атрибутах. Хрипло закричал Тодд, но его глаза наполнились еще большей алчностью. Такая техника соответствовала более высокому классу, и которая существовала только в мифах. Даже в семье Аргус не имелось таких техник, начиная с самых давних времен. Тем не менее, у Тодда не имелось так много времени на раздумья. Байлин уже находился перед ним и, подняв свой меч, яростно опускал его на Тодда. Лязг. Тодд отскочил назад, парируя меч своим кинжалом. Как только оба оружия столкнулись, кинжал Тодда отлетел в сторону, вылетая из его рук. Даже его сила увеличилась. Три атрибута. Тайный метод, который усиливает три атрибута. В этот момент разум Тодда затуманился. О двойном усилении ходили слухи, но об техниках, способных накладывать три усиления на великого рыцаря, не имелось записей даже в легендах. Однако, Байлин не желал ничего ему объяснять. Он бросил вперед и, размахнувшись своим мечом, направил лезвие к шее Тодда. Голова с отвратительным шрамом отлетела назад, и кровавый фонтан высотой около метра брызнул из шеи Тодда. Дженни, ты в порядке? Байлин рассеял свою полупрозрачную броню и подбежал к Дженни. Я, я в порядке? Невольно ответила Дженни, прежде чем Байлин упал около нее. Несмотря на то, что техники перекрестной звезды его обучил Лейлин, который не был великим рыцарем, ее мощь превышала любую обычную технику великого рыцаря, но все еще сохраняла некоторые свойства, присущие техникам великих рыцарей. Что касается Байлина, который только что активировал эту технику, он сильно ослаб. Даже для того, чтобы поднять руку ему приходилось прилагать большие усилия, он мог продолжать спокойно двигать только глазами и ртом. Ты почему же ты такой глупый? Ты не должен был беспокоиться об этом. Дженни заплакала и слезы снова потекли по ее лицу. Кики, я в порядке. Байлин попытался поднять свою лучшую маску на лице, даже находясь в своем текущем состоянии, но все было тшитно. Я уже думал об этом, давай пойдем и найдем убежище у лорда Лейлина. Он определенно сможет защитить тебя. Байлин говорил от всего сердца. Мы не можем так поступить. Ответила Дженни и криво улыбнулась. Байлин, как ты смог упустить правду среди этого хаоса? Лорд Лейлин уже отказался от меня. С горечью произнесла Дженни, тебе лучше вернуться к лорду Лейлину. Он сможет защитить тебя. Лукас никак не сможет навредить тебе. Нет. Лицо Байлина покраснело после слов Дженни. Я не оставлю тебя, даже если придется умереть. Байлин. Дженни присела и оба поглотились страстным поцелуем. После долгой и напряженной битвы языков, казалось, будто Байлин изменился. Пошли. В центральный регион. В царство темных эльфов. В область тьмы. Как бы то ни было, давай уйдем из этих мест, туда. Где никто нас не сможет найти и жить счастливо. Хорошо, пошли. Решительно ответила Дженни. Оба переглянулись взглядами и ярко улыбнулись друг другу. Хех, похоже Байлин все-таки решил уйти. Лейлин задумался, глядя на аккуратную и чистую комнату, на письменном столе которой лежало письмо. Для него Байлин являлся домашней зверушкой, которую он содержал, пока восстанавливался от своих травм. Что касается нынешнего Лейлина, он уже вернулся на прошлый путь, и у него больше не имелось свободного времени, чтобы заботиться о Байлине. Возможно, что сейчас было лучшее время, чтобы позволить ему уйти. Более того, Лейлин не мог больше ничего поручить Байлину. Даже если бы он в итоге стал заклейменным мечником, сил мага 1 ранга не хватало, чтобы помочь Лейлину. Тем не менее, это мой первый поступок с хорошими намерениями. Надеюсь, ты сможешь передать мою технику перекрестного клинка по всей сумеречной зоне, и не посравить имя моей семьи Фольер. Глаза Лейлина полыхнули синим светом. Благодаря ощущениям от священного пламени он знал, что Байлин и Дженни не являлись обычными людьми. Более того, они должны были выйти на сцену сумеречной зоны, как главные герои. Можно было ожидать, что в ближайшем будущем они не найдут мирной жизни, проблемы будут сыпаться на них одна за другой. Но только тогда события примут интересный оборот, и мои вложения, наконец, могут быть использованы. Лейлин мягко улыбнулся, прежде чем отбросить эту мысль на задворке своей памяти. Сегодня настал день, когда он встречается с Зигфридом и последний общался отвести его к другому официальному магу. Лейлин с нетерпением ждал этого. Значит это здесь? Лейлин и Зигфрид, одетые в обычную одежду, вошли в чрезвычайно щедрый магазин. Торговая палата Герси – самое известное место конклава во всей сумеречной зоне. Некоторые из дворян даже знают, что имеется организация магов, поддерживающих этот конклав в истине. Зигфрид улыбался, объясняя все это Лейлину. Хотя они и разговаривали друг с другом, словно никого не было рядом, их голоса не распространялись достаточно далеко, чтобы окружающие люди могли их услышать. Что касается нас, других магов, которые находятся в других небольших ассоциациях или же бродят по окрестностям, нам нравится собираться здесь на пару дней и обмениваться ценными знаниями, полученными из недавних экспериментов или опытов, полученных во время культивации техники медитации. Иногда даже проводятся торги. Конечно, все это ограничивается только уровнем официального мага. Зигфрид носил большую черную перчатку, скрывая свой металлический протез на правой руке. Добро пожаловать! Чем я могу помочь вам? Когда Зигфрид с Лейлином вошли в торговую палату, к ним подошли две красивые служанки и спросили. Проведите меня в вип-комнату. Зигфрид вручил золотую карту служанке, чьи глаза тут же засветились. Уважаемые лорды, следуйте за мной. Она глубоко поклонилась, демонстрируя очертания своей груди. Когда она шла вперед, то покачивала своими бедрами. Как она? Хочешь поиграть с ней некоторое время? Спросил Зигфрид у Лейлина с улыбкой на лице. У меня сейчас не имеется таких желаний, так что может быть позже. Равнодушно улыбнулся и ответил Лейлин. Когда ведущая их служанка услышала слова Лейлина, на ее лицо появилось разочарование. Хотя она и немного разочаровалась, служанка вскоре привела их в чрезвычайно роскошно оформленную комнату. Мои извинения. Поскольку мой уровень доступа не очень высок, в дальнейшем вам поможет наш менеджер. Девушка снова поклонилась и ушла. Наши вип-карты магов отличаются от других, поэтому, тот, кто дальше будет прислуживать нас, будет знать о наших требованиях и приведет нас к конклаву. Зигфрид с легкостью объяснял весь процесс Лейлину. Регистрация участников чрезвычайно проста. Тебе просто сперва стоит достигнуть звания официального мага, а затем навестить другого мага. Позже я направлю к тебе реферала. Я ценю ваши усилия. Мягко улыбнулся Лейлин. Бум. В этот момент, масляная живопись в комнате приоткрылась, открывая взору лестничный пролет. Уважаемые гости, пожалуйста, следуйте за мной. В туннеле появилась девушка с более высшим уровнем доступа и от которой излучались энергетические волны послушницы три уровня. Она обладала безупречной белой, словно фарфоровой, кожей. Хорошо. Зигфрид кивнул головой и позволил девушке вести их. Однако, он говорил Лейлину, чтобы девушка не услышала. Она является примером высококачественных товаров, которые предлагает торговая палата Герси. Если тебе интересно, то позже ты можешь подать заявку на покупку нескольких таких. Плата достаточно щедра для потребностей новичков. Рабы на уровне послушника. Лейлин был изумлен. Качество таких рабов было на порядок выше, чем те, которых предлагали в ночном городе на южном побережье. Ранее в ночном городе, Лейлин, будучи магом один ранга, успел купить только одного послушника три уровня, старика, приближавшегося к концу своей жизни. Очевидно, что хотя они оба и являлись послушниками три уровня, очаровательная девушка определенно стоила бы на много дороги, чем дряхлый старик. Проход довольно быстро окончился, и через пару минут они вышли из него. Открыв двери, Лейлин оказался в большом зале. Свет от нескольких солнечных камней проникал от кристаллов в четырех углов зала, освещая все пространство. В этот момент, маги уже сидели в разных углах, тихо разговаривая между собой. На их столах стояло несколько фруктов и напитков. Кроме того, Лейлин заметил деликатесы, которых ранее не встречал, и которыми подчевали отдыхающих магов, но очень немногие стремились пробовать их. Пошли. Я познакомлю тебя с некоторыми своими друзьями. Осмотревшись, глаза Зигфрида загорелись, и он заметил группу красноволосых магов, сидящих в одном из кругов, и поспешил к ним. Сюда. Это маги из Ассоциации Пламени Земли, и они также мои друзья. Что касается него, то это господин Лейлин, странствующий маг, недавно прибывший в нашу столицу. Зигфрид представил обе стороны, и Лейлин, улыбнувшись, поприветствовал группу магов. Совместно с расположением Лейлина и его усиленной харизмы, будучи чернокнижником, вскоре ему удалось сломать лед и смешаться с ним. Глава 317. Ледяное дыхание скорпиона Лейлин смотрел на членов Ассоциации Пламенной Земли. Магов, сидевших за столом было немного. Вместе с Лейлином и Зигфридом их было всего пять человек. Независимо от того южной побережья или же сумеречная зона, совершить прорыв к официальному магу являлось непростой задачей. Однако, как только человек продвигался, его статус и положение претерпевали серьезные изменения. Когда я недавно культивировал мощь геи, я почувствовал, что привлекать частицы элемента Земли мне стало намного труднее. Особенно во время сбора ауры геи. В этот момент один из магов начал делиться своими наблюдениями. По поводу этого, думаю, что пруд элемента Земли сможет помочь тебе. Зигфрид вставил свое собственное мнение. Это нереально. Он требует слишком много ресурсов. Я предполагал использовать три вида поддерживающих медитацию рун, но позже у меня возникала проблема и я обнаруживал нечистоты посреди своей духовной силы. Лейлин обнаружил, что эти маги из Ассоциации Пламенной Земли обсуждали довольно много деталей касательно процесса своего обучения высокоуровневой техники медитации, мощи геи. Некоторые из обсуждаемых проблем тщательно обсуждались и эти знания немного помогли Лейлину улучшить свое понимание техник медитации священного пламени и учения Кимоина. Обычная практика магов в сумеречной зоне проходила таким образом. Люди собирались вместе и обсуждали свои наблюдения полученных во время медитации и таким образом надеялись на совместное продвижение. Конечно, кто-то считался бы идиотом, если полагал, что простое обсуждение помогло бы завершить его совершенствование в технике мощи геи. Таким образом эти маги не переживали, что их тайны совершенствования техники медитации уйдут в массы. Когда настала очередь Лейлина поделиться своим опытом, он рассказал о своем прорыве через небольшое узкое место, в результате чего маги погрузились в свои воспоминания. Хотя ему потребовалось лишь немного времени, чтобы продвинуться к магу 2 ранга, его техника медитации и учения Кимоина также продвинулась ко 2 уровню. Более того, получив другую высокоуровневую технику медитации, под названием «Священное пламя», под постоянно выводимыми данными ИИ. Чипа, понимание Лейлина техник медитации значительно превзошло ожидания этих магов, которые уже несколько сотен лет занимались медитацией. Похоже, что в дальнейшем мне придется не только совершенствоваться, но и часто обмениваться опытом со своими сверстниками. Только в результате одной такой дискуссии у Лейлина в голове родилось несколько идей для решения некоторых проблем и недоразумений, которые ему встречались во время культивации его собственных техник медитации. И это несмотря на тот факт, что дискуссия в основном касалась только культивации техники мощи Гея, которая никаким образом не относилась к Лейлину. Кроме того, опираясь на информацию, собранную ИИ чипом, Лейлин мог более глубоко понять свои техники медитации. И это было вполне естественным, потому что маги следовали древним традициям и в равной степени обменивались своими знаниями и опытом. Лейлин обратил внимание на то, что эти маги обсуждали только общие черты и упоминали о различных способах добиться той или иной цели. Более конкретными деталями маги могли обменяться только во время взаимного соглашения, что-то вроде деловой сделки, и между этими двумя магами, заключивших соглашение, поддерживалась строгая конфиденциальность. Только сейчас Зигфрид продал некоторую информацию, касательно энергетического пруда и получил за нее огромную компенсацию. После окончания дискуссии по обмену опытом и знаниями, следующая часть заключалась в личных переговорах между парами магов. Официальные маги также создать что-то вроде магазинчика с предметами и ждали клиентов. Окружающая атмосфера полностью отличалась от атмосферы открытого рынка под открытым небом. Маги не сильно стремились заключать сделки, но скорее всего, им нравилось демонстрировать и играть со своими драгоценными ресурсами. Взору часто представала обычная картина, как покупатели и продавец беседуют и улыбаются. Некоторые даже имели запасы вина, чтобы отмечать свои успешные сделки. К сожалению, хотя эти подземные ресурсы также выглядели очень ценными, большинство из них не интересовало Лилина. Благодаря знаниям информации древности и чипа, он мог легко идентифицировать предметы и распознавать их назначение и происхождение. К несчастью, хоть эти ресурсы и являлись очень ценными для Мага 1 ранга, они не представляли никакой ценности для Лилина, продвинувшегося ко 2 рангу. Однако, подземный мир не являлся таким же, как и Южное побережье. Лилин не узнавал некоторые предметы и в результате крайне интересовался ими. Что это? Лилин подошел к прилавку и взял в руки предмет, лежавший на белой скатерти. Предмет представлял собой уникальную костяную флейту с несколькими неправильной формы круглыми отверстиями. Это саксонские волынки, которые унаследованы с эльфийской эпохи Маккинси Лейтона. Говорят, что они производят очень красивую мелодию, что по звучанию превосходит песни, исполняемые русалками. Поэтому ее можно использовать, чтобы приманить русалку. К сожалению, с тех пор, как герцогство Лейтона было уничтожено, больше никто не знает, как играть на этих инструментах. Продавец являлся мужчиной среднего возраста и был одет в подобающие одежды. В его правой руке находился стеклянный бокал, наполненный темно-красным вином. Меня очень интересуют такие древние инструменты. В настоящее время я уже приобрел 3912 разновидностей музыкальных инструментов из разных эпох и разместил их в своей коллекции. Однако этот инструмент, который я держу в руках, не может воссиять в моих руках, поэтому я ищу более подходящего владельца. Выражение лица продавца выражало сожаление, словно он прощался со своим любимцем. Если вы сможете использовать этот инструмент и сыграть древний реквием, то он будет ваш. Мужчина поднял бокал, как бы произнося тост в честь Лейлина. Им-им-им. Прошу прощения, но у меня имеется лишь небольшое понимание, как правильно нужно играть на музыкальных инструментах. Лейлин был молчаливым, но это считалось нормой среди магов. Из-за их длительной продолжительности жизни, помимо того, что основное свое время они проводили за культивацией и экспериментами, маги также в свое свободное время придавались удовольствиям. Предпочитая приобрести какой-то особый предмет для коллекции являлось не очень распространенным и небезопасным хобби. Некоторые темные маги даже меняли свой темперамент, поскольку они увлекались сбором странных коллекционных предметов, от некоторых из которых разило кровью, и, наконец, причиняли вред другим магам и себе самим. Действительно прискорбно. Однако однажды я обязательно смогу найти настоящего владельца. Этот мужчина, похоже, действительно сожалел и вздохнул, пойдем, давай выпьем за то, чтобы мой предмет нашел своего истинного владельца. Тост. Твое здоровье. Лилин внутренне усмехнулся, но все равно поднял стакан апельсинового сока. Затем мужчина коснулся своим бокалом со стаканом Лилина, издавая чистый стеклянный звук. В этой торговой палате имелось не так много странных магов вроде этого мужчины. Большинство магов спокойно обменивались предметами. Имелось несколько человек, которые точно определяли на что готовы обменять свои предметы или же на ресурсы, в то время как другие просто принимали магические кристаллы и совершали сделки. В сумеречной зоне магические кристаллы также являлись широко распространенной валютой среди магов. Лилин использовал свои магические кристаллы и обменивал их на некоторые ресурсы, которые можно было найти только в сумеречной зоне, намереваясь вернуться и тщательно изучить каждый из них. Поскольку он волновался, что волшебные кристаллы в обеих мирах могли иметь тонкие отличия, Лилин очищал все свои волшебные кристаллы, принесенные им с собой с южного побережья и превращал их в магические кристаллы с самой чистой сущностью, которой они только могли обладать. Магические кристаллы с такой чистой походили на магические кристаллы, используемые Лилином для активации древней телепортационной формации. Это привело к тому, что после многократного прохождения процесса очистки, теперь уже невозможно было найти какие-либо отличия в характеристиках магических кристаллов Лилина. Процесс походил на очистку золотых монет. Декоративный дизайн золотых монет на южном побережье не очень сильно походил на таковые в сумеречной зоне, но Лилин расплавил все свои монеты в кусок золота, чтобы никто не мог определить, что они не из этого мира. Чтая, пока Лилин прохаживался вокруг, он молча наблюдал за другими торговцами и учился у них. Проходя мимо одного прилавка, кое-что привлекло его внимание. Что это? Лилин поднял предмет, который походил на осколок льда, отлетевший от белого стола и поинтересовался у мага. Осколок льда хранился в нефритовой коробке, словно представлял из себя очень ценное сокровище. Однако, эта особенность не являлась тем, что привлекло внимание Лилина. Пока он направлялся к прилавку, он ощутил возбуждение его родословной, словно она реагировала на какой-то предмет, и этим предметом оказался именно этот осколок. В этот момент, пока Лилин держал в руках ледяной осколок, ощущение, что он почувствовал ранее усилилось. Зизи из осколка начал испускаться белый туман, который вскоре превратился в слой льда на пальцах Лилина. Степень холода этого слоя не могла причинить вреда Лилину, но он все же приятно удивился, обнаружив, что когда этот холодный воздух вторгался в его тело, внутри него происходили странные изменения с его родословной. Такое чувство, будто человек, который вот-вот должен был взорваться от гнева, упал в ледяную воду. Очень приятное чувство. Вздохнул Лилин. Эмоциональный недуг чернокнижников исходил из их родословной, и это уже давно досаждало Лилину. Хотя и Чип, в соответствии со своими исследовательскими заметками и оригинальным рецептом зелья безмятежности, оставленного великим магом Серхальмом, смог сымитировать зелье безмятежности более высшего качества. Оно могло только подавлять симптомы болезни, но не излечить ее. Но сейчас этот ледяной осколок пролил на его душу некоторую надежду. Я чувствую, что этот предмет сможет подавить негативные последствия моих эмоциональных порывов практически на целый год. Если я найду больше таких осколков, то, возможно, смогу полностью вылечить мою эмоциональную неустойчивость. Глаза Лилина сверкнули радостным блеском, но он поспешно скрыл его. Он не хотел показываться каких-либо эмоций, до тех пор, пока не узнает название и происхождение этой вещи. Это ледяное дыхание скорпиона. Ледяные скорпионы живут глубоко в ледяных пещерах, а их слюна оказывает влияние на продвижение большого количества техник медитации ледяного элемента. Оно продается за 500 тысяч магических кристаллов или же может быть обменен на предмет схожей ценности. Перед Лилином стояла чрезвычайно красивая девушка Мак. Ее длинная фиолетовая мантия не могла скрыть кривые ее тела. Вместо этого она подчеркивала ее очаровательность, так как одежда, наоборот, не скрывала их. Ее светло-фиолетовые волосы спускались вниз, словно водопад, а на ее изысканном лице сияла улыбка. Внешность этой девушки определенно попала в топ-10 всех девушек, которых когда-либо видел Лилин, и кроме того, он мог сказать, что она выглядела чрезвычайно умной и способной. У меня имеется эксперимент, который требует большого количества таких предметов. Ты можешь привести меня к той пещере.